МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН ОСЛУШНИКИ ЗАКОНОВ ЕСТЕСТВА Поэт и пророк Максимилиан Александрович Волошин прожил век, охвативший конец постылого XIX столетия, смуту трёх русских революций и пустыню духовного поражения десятилетия после Гражданской войны. «Я привык писать и говорить в одиночестве», – утверждал он. «Пусть это только миг, в тот миг меня не трогай, я ощупью иду тогда своей дорогой». Иннокентий Анинский В автобиографии, изложенной на исходе седьмого семилетия жизни, поэт сказал «Ни война, ни революция не испугали меня и ни в чём не разочаровали. Я их ожидал давно и в формах ещё более жестоких». Напротив, я почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного бытия и действия. Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали моему отвращению к заработной плате и купле-продаже. Проживя пятнадцать лет на Западе, я с начала революции никуда не хочу уезжать из России. Девятнадцатый год толкнул меня к общественной деятельности в единственной форме, возможной при моём отрицательном отношении ко всякой политике и ко всякой государственности, утвердившимся и крепко обосновавшимся за эти годы в борьбе с террором, независимо от его окраски. Это ставит меня в эти годы лицом к лицу со всеми ликами и личинами русской усовицы и даёт мне обширный и драгоценнейший революционный опыт. Из самых глубоких кругов преисподней террора и голода я вынес свою веру в человека Максимилиан Волошин, автобиография Потомкам Во время террора Кто передаст потомкам нашу повесть? Ни записи, ни мысли, ни слова к ним не дойдут. Все знаки слижет пламя, И выезд кровь слепые письмена. Но, может быть, благоговейна память Случайный стих изустно сохранит. Никто из вас не ведал то, что мы Изжили до конца, вкусили полной мерой. Свидетели великого распада Мы видели безумья целых раз, Крушенья царств, косматы и светила, Прообразы последнего суда. Мы пережили илиады войн И апокалипсисы революций. Мы вышли в путь Закатной славе века, Последний час всемирной тишины, Когда слова о зверствах И о войнах Казались всем неповторимой сказкой. Но мрак и брань, и мор, и трус, и глад Застигли нас посереди дороги, Разверзлись кляби души недра жизни, И нас слезнул ночной водоворот. Стал человек один другому – дьявол, Кровь – спайка и душ, Борьба за жизнь – законом И долгом – месть. Но мы не покорились. А слушники законов естества В себе самих укрыли наше солнце, На дне темниц мы выносили Силу, неодолимую любви, И в пытках мы выучились Верить и молиться за палачей. Мы поняли, что каждый – Есть пленный ангел В дьявольской личине. В огне застенков выплавили радость О преосуществлении человека, И никогда не грезили прекрасней И пламенней его последних судеб. Далёкие потомки наши, знайте, Что если вы живёте во Вселенной, Где каждая частица вещества С другою слита жертвенной любовью, И человечеством преодолён закон Необходимости и смерти, То в этом мире есть и наша доля. 21 мая 1921. Симферополь Совсем не просто вынести веру в человека, Павшего в безумие гражданской войны. «Не за Бога в раздумье на камне, Мне за каменем найденный больно» – Болело в ноябрьскую ночь 1906-го Сердце Иннокентия Анецкого. Максимилиан Волошин искал уравнение Между каменным бытием человека И его предназначением. Безумие преисподней он слышал и предвещал, И потому всеми силами пытался Вывести из тупиков Недомыслия и неверия Каменные от испытаний Человеческие души. Души пророков похожи На тёмные амфилады подземных зал, В которых живёт эхо голосов, Звучащих неизвестно где, И шелесты шагов, Идущих неизвестно куда. Максимилиан Волошин Пророки и Мстители Монах с глазами греческого бога Волошин пристально вглядывался в мир, В человека на лице земли, И его взгляд не только схватывал цвета и оттенки, Цепи и отроги холмов, Но и обобщал увиденное В удивительно ёмкой И единственно возможной форме – форме стихотворного произведения. Валерий Брюсов называл его Настоящим мастером, ювелиром. Впрочем, Максимилиану Александровичу Всегда было чем удивить. Он занимался астрономическими И метеорологическими наблюдениями, Разрабатывал аспекты научной поэзии, Размышлял об архитектуре И находил её связь с географическим ландшафтом, Писал акварели кимерийских пейзажей И, более того, искусно мистифицировал Пленительные женские голоса. Голоса, – говорил он, – могут быть близко, Могут быть далеко. Предчувствие лишено перспективы. Никогда нельзя определить его направление, Его близости. Пророки и Мстители В безмолвии, ощущая душу вещей, Поэт для поэтов Иннокентий Анинский Предчувствовал и переживал перспективы. Близость её болезненно ощутима, Она на стёклах, покрытых туманом, Она в поблекшей фиалке, Позабытой в читаемой книге, Она в слезах плакучей Ивы. Скоро эту близость перспективы ощутит и Волошин. Пока же в ноябре того же 1906 года В предвестиях Великой Революции он пишет. Я развернул книгу наугад, И мне раскрылась такая страница. Весь мир осуждён в жертву какой-то страшной, Неслыханной и невиданной моровой язвы, Идущей из глубины Азии на Европу. Все должны погибнуть, Кроме некоторых весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трехины, Существа микроскопические, Вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, Одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, Становились тотчас же бесноватыми И сумасшедшими. Но никогда, никогда люди Не считали себя так умными И непоколебимыми в истине, Как считали эти заражённые. Никогда не считали непоколебимее Своих приговоров, своих научных выводов, Своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы Заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нём одном Заключается истина, И мучился, глядя на других, Бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить. Не могли согласиться, что считать добром, что злом. Не знали, кого обвинять и кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями. Но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя. Ряды расстраивались. Воины бросались друг на друга. Кололись и резались. Кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат, созывали всех. Но кто и для чего зовёт, никто не знал того. И все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремёсла, Потому что каждый предлагал свои мысли, свои поправки И не могли согласиться. Остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, Соглашались вместе на какое-нибудь дело. Клялись не расставаться. Но тотчас начинали что-нибудь совершенно новое, иное, Чем сейчас сами же и предполагали. Начинали обвинять друг друга. Дрались и резались. Начались пожары. Начался голод. Все и всё погибало. Язва росла. И подвигалась дальше и дальше. Спастись во всём мире могли только несколько человек. Это были чистые, избранные, Предназначенные начать новый род людей И новую жизнь. Обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видал этих людей. Никто не слыхал их слова и голоса. Это последняя страница из «Преступления и наказания» Бред Раскольникова в Сибири. Я читал эту страницу много раз и раньше, Но теперь мне казалось, что её никогда раньше не было, И она только что выросла в этой книге. Я читал её другим, которые, я знал, любили эту книгу, И они тоже не могли вспомнить именно о этой странице. Очевидно, глаза наши до нынешних времён скользили по этим строкам, Не видя их. Максимилиан Волошин, Пророки и Мстители Чьи глаза сейчас видят эти страницы? Сын фермера Теософ Теяр де Шарден Обращал свой взор на человека. Стремиться видеть больше и лучше – это не каприз, Не любопытство, не роскошь. Видеть или погибнуть. В такое положение поставлено таинственным даром существования Всё, что является составным элементом универсума. И таково же, следовательно, но на высшем уровне положение человека. Пьер Теяр – Феномен Человека Несбыточно мечтать о том, чтобы глаза крылатой русской молодёжи, на которую так уповал Игорь Северянин, могли разглядеть пророческие строки Достоевского в 1906. Хотя возможно знать, что язва погибнет вместе с организмом. Для новой жизни будет спасён новый род людей, Но никто и нигде не видал этих людей, Никто не слыхал их слова и голоса. Не потому ли, что творчество требует одиночества? Волошин объясняет. Для того, чтобы понять и разобрать пророчество раньше его осуществления, нужно не меньшее откровение, чем для того, чтобы написать его. Только времена, надвигаясь и множе факты, дают ключ к пониманию смутных слов старых предвидений, опрозрачивая образы и выявляя понятия в невнятных рунах прошлого. Нужно самому быть пророком для того, чтобы понять и принять пророчество до его исполнения. Пророчество Достоевского оставалось для нас невнятным, пока мы не ступили на самый порог ужаса. Пророчества почти всегда бессознательны. Очень редко они бывают пророчествами знания. Немного чаще встречаются пророчества глаза, видения, и на каждом шагу мы имеем дело с пророчествами чувства, так называемыми предчувствиями. Максимилиан Волошин. Пророки и Мстители. Лунария Змеиные непрожитые сны Волнуют нас тоской глухой тревоги. Словами змея станете, как боги, Сердца людей извечно прожжены. Тавром греха мы были клеймены Крылатым стражем, бдящим на пороге, И нам, с тех пор бродящим без дороги, Сопутствует клеймлённый лик Луны. Века веков над нами тяготело Всетёмное и всестрастное тело Планеты, сорванной с алмазного венца. Но тусклый свет глубоких язв и ссадин Со дна небес глядящего лица И сладостен, и жутко безотраден. Поэт и пророк Максимилиан Волошин Уравновешивает стихии. «Так как темой моей является Россия, Во всём её историческом единстве, И так как дух партийности Мне ненавистен, И так как всякую борьбу Я не могу рассматривать иначе, Как момент духовного единства Борющихся врагов И их сотрудничества в едином деле, То отсюда вытекают Следующие особенности Литературной судьбы Моих последних стихотворений. Мои отдельные стихи о революции Одинаково нравились и красным, и белым. Я знаю, например, что моё стихотворение «Русская революция» Назвалось лучшей характеристикой революции Двумя идейными вождями Противоположных лагерей. Имена их умолчу. В 1919 году белые и красные, Беря по очереди Одессу, Свои прокламации к населению Начинали одними и теми же словами Моего стихотворения «Брестский мир». Эти явления – моя литературная гордость, Так как они свидетельствуют, Что в моменты высшего разлада мне удалось, Говоря о самом спорном и современном, Находить такие слова и такую перспективу, Что её принимали и те, и другие. Максимилиан Волошин. Автобиография. Вечных поисках истоков Максимилиан Александрович Волошин Родился в Киеве. В семье юриста Александра Максимовича Кириенко Волошина. 16 мая 1877 года. В 1893 году мать будущего поэта Переезжает в Крым, в Коктебель, Близ Феодосии, Тогда ещё совсем необжитое место, Где приобретает недорогой участок земли На берегу моря. Отроческие годы Волошин провёл На Черноморском берегу Восточного Крыма, В Коктебели. Именно сюда вернётся поэт в конце апреля 1917 года. Мой безрадостный Коктебель, Мой торжественный Коктебель, Называет он его и любит безгранично. Здесь пройдут последние пятнадцать лет его жизни. Вернувшись в Крым, Я уже более не покидаю его, Ни от кого не спасаюсь, Никуда не эмигрирую, И все волны гражданской войны И смены правительства Проходят над моей головой. Стих остаётся для меня единственной Возможностью выражения мыслей О совершающемся. Максимилиан Волошин. Автобиография. Как в раковине малой океана Великое дыхание гудит, Как плоть её мерцает и горит Отливами и серебром тумана, А выгибы её повторены В движении и завитке волны, Так вся душа моя в твоих заливах, О, Кемерии, тёмная страна, Заключена и преображена. С тех пор, как отрокам у молчаливых Торжественно пустынных берегов Очнулся я, душа моя разъялась, И мысль росла, лепилась и воялась По складкам гор, по выгибам холмов. Огонь древних недр и дождевая влага Двойным резцом вояли облик твой, Из сих холмов однообразный строй И напряжённый пафос Карадага, Сосредоточенность и теснота Зубчатых скал, а рядом широта, Степных равнин и мреющие дали, Стиху разбег, а мысли меру дали. Моей мечтой с тех пор напоены Пред горе героические сыны И, как тебе ля каменная грива, И во полынь хмельна моей тоской, Мой стих поёт в волнах его прилива, И на скале, замкнувшей зыбь залива, Судьбой и ветрами изваян профиль мой. 6 июня 1918. КОКТЕБЕЛЬ Мир вещей – предмет деятельных Посягновений его молодой души. Он полагает, что если изменить мир, Изменится сам человек. В 1897 году, после окончания Феодосийской гимназии, Макс поступает на юридический факультет Московского университета. Студентом он попадает в поле зрения царской охранки. В феврале 1899 года, с началом Всероссийской студенческой забастовки, За своё отрицательное Миросозерцание и склонность Ко всякого рода агитациям, Волошина на год исключают из университета И высылают в Феодосию, Со свидетельством о неблагонадёжности. Через год в августе 1900 его снова арестовывают, Отправляют в Москву И после нескольких дней одиночного заключения Высылают до особого распоряжения. Вещи имеют своё внутреннее, Свою, так сказать, сокровенность, И она выступает в определённых отношениях, То качественных, то количественных. Яр ты яр – феномен человека. И зачастую обман, Каким предстаёт мир вещей человеку. Что бы он не делал со всем миром, С тем или иным набором вещей, Он снова возвращается к самому себе. В воле-неволе человек опять приходит К самому себе И во всём, что он видит, Рассматривает самого себя. Ты яр – феномен человека. Желание коренным образом Изменить действительность от лукавого. Это паразит мозга. Болезнь в голове, а не в крови. Качественные и количественные отношения Столь опасно строго определены, Что мы забываем о своём, В плетённом в кольцо науки и мировоззрении, В взгляде на них. В цирке Андрею Белому Клоун в огненном кольце, Хохот мерзкий, как проказа, И на гипсовом лице два горящих болью глаза. Лязг оркестра, свист и стук, Точно каждый озабочен заглушить позорный звук Мокро-хлещущих пощёчин. Как огонь подвижный круп, Люди – звери, люди – гады, Как стоглазый злой паук Заплетают в кольца взгляды. Всё крикливо, всё пестро, Мне б хотелось вызвать снова Образ бледного, больного, Грациозного Пьеро. В лунном свете с мандолиной Он поёт в своём окне Песню страсти лебединой Коломбине и луне, Хохот мерзкий, как проказа, Клоун в огненном кольце, И на гипсовом лице Два горящих болью глаза. 1903. Москва Вещи одушевлены. Но человек, беспамятный к своей душе, Не желает слышать разговора вещей. Для этого нужен настроенный слух, Для этого нужен намётанный глаз, Вещь в себе, Сокровенность одушевлённого предмета Безразлично каменным душам, И камни предстают мёртвыми. С опытом, В стремлении понять другого, Будь то собеседник или кошка, Коей и доброе слово приятно, Души степенно накапливают Сокровища на небесах. В своё время Борхес говорил о поэзии, Что она по определению таинственна, Ибо никто не знает до конца, Что удалось написать. То есть поэзия содержит нечто, В принципе, не до конца знаемое И самим автором. Откуда и появляется феномен Многих вариаций одного и того же? Вариации есть форма проявления символичности. Символ, не знак. Всегда есть то, что мы не до конца понимаем, Но что есть мы сами как понимающие, Как существующие. И наши философские произведения, И их чтение, Есть форма существования Этого до конца не понимаемого, Его бесконечной длительности И родственной самосогласованности. Бытие произведений И есть попытка интерпретировать их и понять, Подставляя в виде вариаций текста Наши же собственные состояния, Которые и есть тогда Форма жизни произведения. Например, можно сказать так, То, что я думаю о Гамлете, Есть способ существования Гамлета. Мираб Мамардашвили «Философия – это сознание вслух» Аделону Редону Я шёл сквозь ночь, И бледной смерти пламя Лизнуло мне лицо И скрылось без следа. Лишь вечность зыблится Ритмичными волнами, И с грустью, как во сне, Я помню иногда Угасший метеор В пустынях мироздания, Седой кристалл В сверкающей пыли, Где ангел, проклятый Проклятием всезнанья, Живёт меж складками Морщинистой земли. 1904. Париж В партии по изысканию Трассы Оренбург-Ташкентской Железной дороги Волошин узнаёт вещи И перепутья Срединной Азии, И немая отверженная земля Внезапно раскрывает свою душу Молодому первопроходцу. Этот переход обыкновенно внезапный, Безвыходность и необходимость Порядка вещей, Сжатость и сосредоточенность Действия, и вдруг что-то происходит С человеком, на него садится Мышление, садится, как бабочка На цветок. И тогда из глубины молчания Родится слово. Этот год, проведённый в пустыне С караваном верблюдов, Дал больше, чем всё десятилетие Даром погибшее в средней и высшей школе. Максимилиан Волошин. Автобиография. Философские проблемы становятся таковыми, Если они ставятся под луч одной проблемы Конечного смысла. Для чего вообще всё это? Для чего мироздание? Для чего я и мои переживания? А эти вопросы задаются именно потому, Что в этом мироздании живёт существо, Которое не создано, а создаётся. Непрерывно, снова и снова. Да и мир не завершён, не готов. Мираб Мамардашвили Философия – это сознание вслух Когда время останавливается Тесен мой мир, Он замкнулся в кольцо, Вечность лишь изредка блещет зорницами, Время порывисто дует в лицо, Годы несутся огромными птицами. Клочья тумана вблизи, Вдалеке быстро текут очертания, Лампу психеи несу я в руке Синее пламя познания. В безднах скрывается новое дно, Формы и мысли смесились. Все мы уж умерли где-то давно, Все мы ещё не родились. Июнь 1904. Волошин умерщвляет Часть своей возможной жизни, Отныне и до самого своего конца Он будет поступать именно так – Искусство живо, Живою кровью принесённых жертв. Теперь вся его жизнь Подчинена мысли, Её течению и размеру. Теперь каждый шаг Сознательно сверен с порядком вещей И сопряжён со сжатостью речи И сосредоточенностью на самом себе. Это не эгоизм, Это высвобождение от власти Малого, беспамятного Я. Так рождается поэт, Подмастерье великого бытия вещей, В котором тайны и сокровенности, Формы и превращения Множатся в едином для всего живого Творческом эволюционном порыве, Не превосходящем, однако, Нравственного самоограничения мысли. Ты будешь кузнецом упорных слов, Вкус, запах, цвет и меру Выплавляя их скрытой сущности. Уже не мальчиком, но мужем, Волошин принимает решение Не возвращаться в университет И отправляется в Париж, Чтоб разум свой ожечь В плавильных горнах знанья. Латинская дисциплина формы Воспитывает и поражает. Столица Франции Прививает ему видение художника Зоркость пейзажиста. Философ работает путём Запределивания такого рода ситуаций. То есть он строит понятия, Посредством которых эти ситуации И эти связки Можно представить в предельно Возможном виде И затем мыслить на этом пределе. Мыслить, так сказать, в идее. Ну, скажем, Если он хочет подумать Проблему государства, То обязан представлять государство В виде предельно осуществляемой Идеи государства. Вся сложность состоит в том, Что при этом философ не утверждает, Что эти предельные описания Являются изображением Каких-то реальных предметов в мире. Философ знает, Что предельное описание Есть средство мышления. Поэтому, например, Платон, Когда у него спрашивали, Что он имеет в виду Под идеальным государством, То, которое на его родине, Отвечал, Нет, не его. Не его Устроение Имел я в виду, А то государство, Которое существует внутри, И в момент такого говорения О нем В напряженном сознании. Мираб Мабардашвили. Философия – это сознание вслух. Валерий Брюсов, И в тумане Валерий Брюсову Ре-инске По ночам, когда в тумане звёзды в небе Время тхут, я ловлю разрывы ткани в вечном кружеве минут. Я ловлю в мгновенья эти, как свивается бокров, Со всего, что в формах, в цвете, Со всего, что в звуке слов. Да, я помню мир иной, Полустёртый, непохожий, В вашем мире я прохожий, Близкий всем, всему чужой. Ряд случайных сочетаний Мировых путей и сил В этот мир замкнутых граней Влил меня и воплотил. Как ядрок к ноге прикован Шар земной, свершая путь, Я не смею, зачарован, Вниз на звёзды заглянуть. Что одни зовут звериным, Что одни зовут людским, Мне, который был единым, Стать отдельным и мужским. Вечность с жгучей пустотою Неразгаданных чудес Скрыта близкой синевою Примеряющих небес. Мне так радостно и ново, Всё обычное для вас. Я люблю обманность слова И прозрачность ваших глаз. Ваши детские понятия Смерти, зла, любви, грехов, Мир души, одетый в платье Из священных лживых слов. Гармонично и поблёкло В них мерцает мир вещей, Как узорчатые стёкла В мгле готических церквей. В вечных поисках истоков Я люблю в себе следить Жутких мыслей и пороков Нас связующую нить. «Когда ж уйду я Вечно снова, И мне раскроется она, Так ослепительная сна, Так беспощадно, так сурово, И звёздным ужасом полна» Несколько лет спустя русский Парнас обогатится ещё одним именем – именем русского парижанина Максимилиана Волошина. И он прежде всего символист, ведь для него мир – это тайна, открытое его пониманием, способному мистическим образом проникать в любые глубины. Поэт отличается внешне. Быть может, он стремится произвести впечатление на столичных барышень. Быть может, дух элегантного, словно цветок, Анри де Ренье придаёт его манере держать себя известный шарм и художественную утончённость слова. Существует такое странное определение бытия философии. Бытие – это то, чего никогда не было и не будет, но что есть сейчас. Как ни странно, вопреки логике языка и наглядному представлению. Мираб Мумардашвили «Философия – это сознание вслух» ПАРИЖ Парижа я люблю осенний строгий плен, и пятна ржавые, сбежавшие по золоты, и небо серое, и веток переплёты, чернильно-синие, как нити тёмных вен. Поток всё тех же лиц, одних, без перемен, дыханье тяжкой и прерывистой работы, и жизни будничной крикливые заботы, и зелень чёрную, и дымный камень стен. Мосты, где рельсами ряды домов разъяты, и дым от поезда клоками белой ваты, и из-за крыш и труб сквозь дождь издалека большое колесо и башня великанша, и ветер рвёт огни и гонит облака с пустынных отмелей дождливого лаванша. 1909 Дорогой Максимилиан Александрович, да, вы будете один. Приучайтесь гореть свечой, которую воры забыли, спускаясь в подвал, и которая пышет и мигает и оплывает на каменном приступке, и на одни зигзаги только и светит мыши, да и то может быть аполлоновски-призрачной. Вам суждена, может быть, по крайней мере, на ближайшие годы роль малоблагодарная, ведь у вас школа, у вас не только светило, но всякое бурое пятно не проснувшихся ещё трав ночью скосмачено, знает, что они – слово, и что ничем, кроме слова, им светилом не быть, что отсюда и их красота, и алмазность, и тревога, и уныние. Из письма Иннокентия Анинского Максимилиану Волошину 6 марта 1909 года «Огромная шляпа, широченная лента, напинцная бархатная куртка только что приехал из Парижа, полон самоновейшими поэтами французскими» – таким его запоминает писатель Борис Зайца. Человеческие вещи, например, социальные институции, не есть такие, которые, возникнув, могли бы потом, как камень, длиться и существовать. Они заново рождаются. Например, Паскаль произнёс замечательную фразу «У любви нет возраста», «Она всегда в состоянии рождения». Если она есть, то она сейчас, и в ней нет смены временных состояний, она абсолютно нова. Это очень отвлечённое положение, созерцательная истина. Таково и утверждение философии «бытие – это то, чего не было и не будет, но что есть сейчас» или «всегда, что то же самое». Здесь временные наклонения, слова, их обозначающие, путают, потому что они принадлежат обыденному языку, а других слов у нас нет. Какие бы слова мы ни изобретали, всё равно мы находим их в обыденной речи, и они тянут за собой шлейф мании человека представлять всё наглядно и предметно. Мирак Мамардашвили «Философия – это сознание вслух» В дождь Париж расцветает, точно серая роза, шелестит, опьяняет, влажной лаской наркоза. А по окнам танцуя, всё быстрее, быстрее, и, смеясь и ликуя, вьются серые фии. Тянут тысячи пальцев нити серого шёлка, и касается пяльцев тороплива иголка. На синеющем лаке разбегаются блики, в проносящемся мраке замутились их лики. Сколько глазок несхожих и несутся в смятеньи, и целуют прохожих и ласкают растенья, и на груды сокровищ, разлитых по камням, смотрят морды чудовищ с высоты нотр-дам. Февраль 1904-го Мир вещей не любит натурализма. Вещи умеют мстить. Если смотреть на них свысока, они кажутся мелкими и умело сталкиваются с верхних этажей. Если рисовать их в сером и чёрном, они рождают тёмные чувства в душах самих художников. Одна и та же краска, слово или жест могут иметь разный смысл. Что мы видим в вещах? Как часто наделяем их своим злом? Было уже восемь часов. Воздух успел нагреться, и художник, возвращаясь по улице Рэмбюто, увидал Мюша и Полину, игравших в лошадки. Мюш ползал на четвереньках, а Полина, сидя у него на спине, держала его за волосы, чтобы не свалиться. Тень, мелькнувшая на крыше Центрального рынка, на краю водосточной трубы, заставила Клода поднять голову. Это были Кодина и Маржолен. Смеясь и целуясь, они жарились на солнце, господствуя над кварталом своими любовными восторгами счастливых животных. Клод погрозил им кулаком. Художник был доведён до отчаяния этим праздничным ликованием мостовое небо. Он ругал толстяков, говоря, что они победили. Вокруг него были одни толстяки, округлившиеся, готовые лопнуть от избытка здоровья. Они приветствовали новую зарю прекрасного пищеварения. И тамошний Раскольников, наверное, позабыв отобедать, при виде этих рыночных женщин с полными бюстами таких здоровых, таких важных, приходит в ярость и истерически грозит кулаком благополучному буржуазному миру. Какие же, однако, негодяи – все эти порядочные люди. Эмиль Золя. Чрево Парижа. Как мне близок и понятен этот мир – зелёный, синий, мир живых прозрачных пятен и упругих гибких линий. Мир стряхнул покров туманов, чёткий воздух свеж и чист, на больших стволах каштанов ярко вспыхнул бледный лист. Небо целый день моргает, прыснет дождик, брызнет луч, развевает и свевает свой покров из сизых туч. И сквозь дымчатые щели потускневшего окна бледно пишет акварели – это бледная весна. 1902 В начале девятисотых годов в символистских журналах и альманахах появляются первые стихотворения. Нет, не русского Раскольникова, бежавшего из Сибири, но русского художника Максимилиана Волошина. В эти годы я только впитывающая губка, я весь глаза, весь уши. Он учится. В художественной форме у Франции, чувству красок у Парижа, логики у готических соборов, средневековой латыни у Гастона Париса, строю мыслей у Бергсона, скептицизму у Анатолия Франца, прозе у Флабера, стиху у Готье и Эредия . Ещё не пророк и не всегда в отечестве своём, но уже благословенный на путь поэзии и литературы он пишет смело, ярко и печально, зачастую подтягивая пояс, но не грозя никому кулаком. Осень, осень. Весь Париж, очертания сизых крыш скрылись в дымчатой вуале, расплылись в жемчужной дали. В поредевшей мгле садов стелет огненная осень перламутровую просень между бронзовых листов. Вечер, тучи, алый свет разлился в лиловой дали, красный в сером этот свет, надрывающий печали. Ночью грустно, от огней иглы тянутся лучами, от садов и от аллей пахнет мокрыми листами. 1902. В 1900-м в «Русская мысль» выходит первая критическая статья Максимилиана Волошина. В 1903-м он сводит знакомство с Бальмонтом, Вячеславом Ивановым, Брюсовым, Болтрушайтисом, Белым и Блоком. Буддизм, католичество, масонство, оккультизм – неполный список его личных переживаний романтического и мистического свойств. Из Парижа он пишет статьи о живописи и литературе в столичные журналы. Весы, золотое руно, Аполлон. После 1907-го поэт возвращается в Петербург, после дуэли с Гумилёвым перебирается в Москву. В 1910-м в Москве в издательстве «Гриб» выходит его первая книга стихов, озаглавленная просто – стихотворение. Рисунки и фронтисписы к ней выполнены художником-символистом Богоевским. В 1913-м году моя публичная лекция о Репине вызывает против меня такую газетную травлю, что все редакции для меня закрываются, а книжные магазины объявляют бойкот моим книгам. Годы перед войной я провожу в Коктебельском затворе, что даёт мне возможность сосредоточиться на живописи и заставить себя снова переучиться с самых азов согласно более зрелому пониманию искусства. Война застаёт меня в Базеле, куда приезжаю работать при постройке Гётеанума. Эта работа, высокая и дружная, бок о бок с представителями всех враждующих наций, в нескольких километрах от поля первых битв Европейской войны, была прекрасной и трудной школой человеческого и внеполитического отношения к войне. В 1915 году пишу о Париже свою книгу стихов о войне «Anna Mundi Ardentis». В 1916 году возвращаюсь в Россию через Англию и Норвегию. Февраль 1917 года застаёт меня в Москве и большого энтузиазма во мне не порождает, так как чувствую всё время интеллигентскую ложь, прикрывающую подлинные реальности революции. Редакции периодических изданий, вновь приоткрывшиеся для меня во время войны, захлопываются снова перед моими статьями о революции, которые я имею наивность предлагать, забыв, что там, где начинается свобода печати, свобода мысли кончается. «Вернувшись весною 1917 года в Крым, я уже больше не покидаю его, ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую, и все волны гражданской войны и смены правительств проходят над моей головой». Максимилиан Волошин, Автобиография Аделаиди Герцик Перепутал карты я пасьянца, Ключ иссяк, и русло пусто ныне. Взор пленен садами Иль де Франца, а душа тоскует по пустыне. Бродит осень парками Версаля, вся закатным заревом объята. Мне же снятся рыцари Грааля на скалах суровых Монсальбата. Мне, Париж, желанна и знакома, Власть забвенья, хмель твоей отравы. Ах, в душе пустыня меганова, Зной и камни, и сухие травы. Я в мире знаю только цельность Поэтические опыты Волошина начинают звучать сразу. Поэт говорит языком таких художественных аллитераций, что вещи его звонят и стучат, двигаются и исполняются, Теряют и отыскивают перспективы. 5 июля 1904 года поэт отправляет своей невесте Марии Собашниковой стихотворное послание. Он рассказывает сказку, виденную и услышанную им сказку, В которой Пушкинский слог Евгения Онегина Поёт сквозь глистый воздух сены и тюлери. Я соблюдаю обещанье И замыкаю в чёткий стих моё далёкое послание. Пусть будет он, как вечер тих, как стих Онегина прозрачен, Порою слаб, порою дачен, Пусть звук речей журчит ярчей, Чем быстро шепчущий ручей. Вот я опять один в Париже, В кругу привычной старины. Кто видел вместе те же сны, Становится невольно ближе. И кто виноват, что резвая и быстроглазая рифма Пушкина у Макса Волошина стала изысканной одолистской? Или кто возьмётся положить грань между работой художника, когда он ищет более свободного, более гибкого, более вместительного стиха и прихотью словесного эквилибриста, показывающего, как можно играть рифмами длиною в пять и шесть слогов. Иннокентий Анинский о современном лиризме. Я люблю в себе следить жутких мыслей и пороков на связующую нить. Макс Волошин Вслед ретурнелю со скоростью курьерского поезда мчится следующее сообщение. Я в непрерывном ожидании ответа на моё письмо. Меня беспокоит, а вдруг оно не дошло, вдруг вы его не получили. Мне хочется продолжить эту поэму, но сейчас рифмы иссякли и ключи потеряны. Мне необходим звук голоса, чтобы я мог продолжать. Вышло как-то так, что с момента вашего отъезда я перестал видеть Париж, а стал только вспоминать его. Я тогда вечером после отхода поезда сейчас же потихоньку убежал ото всех на Эйфелеву башню, но нашёл её запертой и сидел долго около пруда и тогда уже почувствовал, что вижу теперь всё сквозь время. Мне сейчас не хочется писать вам, потому что, вкусив сладость писать письма стихами, скучно писать их прозы. Выходит далеко и холодно. Но я боюсь, получили ли вы то моё письмо? Где вы будете проводить лето? Неужели всё время в Москве? Куда писать вам? Пожалуйста, ответьте скорее на моё письмо. У меня столько новых стихов шевелятся и ждут только одного звука голоса, чтобы выйти наружу. Переписка с Маргаритой Собашниковой Всю цепь промчавшихся мгновений я мог бы снова воссоздать, и робость медленных движений, и жест, чтоб ножик или тетрадь сдержать неловкими руками, и вашу шляпку с васильками, покатость ваших детских плеч, и вашу медленную речь, и платья цвета эвкалипта, и ту же линию в губах, что у статуи Таях, царицы древнего Египта, и в глубине печальных глаз, осенний цвет листвы – тапаз. Как всякий артист, он нуждается в одобрении и ободрении, чтобы продолжать эту поэму. Ему жизненно необходим звук голоса, та же тональность в сердцах, какая в его сердце. Кто видел вместе те же сны, становится невольно ближе. Париж – сон. Париж – идея цивилизованности и культуры. Он подхватывает её и ведёт, как музыкальную тему, голосом. Пусть звук речей журчит ярче, чем быстро шепчущий ручей. И город отвечает ему рассветом. Между восприятием и воплощением у художника нет обычного промежуточного звена – слова. Поэтому художнику так трудно быть литератором. Поэтому мысль, выраженная в картине, не может быть переведена на слова. А если это бывает возможно, то доказывают только, что в данном произведении есть элементы чуждой живописи и поддающиеся слову, т.е. рассказ, литературность. Максимилиан Болошин «Скелет живописи» Рассвет. Я только что вернулся. На веках ночь, в ушах слова. И сон в душе, как кот, свернулся. Письмо. От вас? Едва, едва, в неясном свете вижу почерк. Кривых каракуль смелый почерк. Зажёг огонь. При свете свеч глазами слышу вашу речь. Вы снова здесь? О, говорите ж, мне нужен самый звук речей. В озёрах памяти моей опять гудит подводный китиш и лёгкий шелест дальних слов «Певуч, как гун колоколов». Он проникает со строем мысли французского философа-интуитивиста Анри Бергсона, жизнь для которого означает творческую эволюцию и единый порыв, неподвижность растений, инстинкт животных и человеческий интеллект – три расходящихся направления одной активности. Кантианская непознаваемость мира отступает. Да, мы видим только то, что мы знаем. Но разве это мешает нам приобщиться к тому, что, собственно, и гарантирует наше понимание, конституирует язык, культуру, цивилизацию? Формы, истоки, всеобъемлющий опыт, существование – отнюдь нелишённое смысла. Волошин обнажает вечное начало, запечатлённое в краске и слове. Всё осмысленно – нигде, ни в запахи тлеющих цветов, ни в шуме шагов, ни в Париже, сомкнувшемся над ним, ни тем более в человеке, нет пустоты, промежутка затерянного, заброшенного, как позднее скажут французские же – экзистенциалисты. В мире нет действия или предмета, лишённого смысла. Мы, не художники, видим вокруг себя только свои призраки и свои мысли. Мы видим только то, что мы знаем. Задача художника из всего этого видимого мира, украшенного тяжёлыми гроздьями нашей фантазии, наших знаний, наших воспоминаний – выделить его реальную зрительную основу, найти те корни, на которых распускаются эти цветы. Максимилиан Волошин Скелет живописи Гляжу в окно сквозь воздух мглистый, Прозрачно сено – тюлери, Монмартр и синий, и лучистый, Как жёлтый жемчуг – фонари, Хрустальный хаос серых зданий – и аромат воспоминаний, Как запах тлеющих цветов, Меня пьянит. Чу – шум шагов. Вот тяжкой грудью парохода Разбилось тонкое стекло, Заволновалось, потекло, Донёсся дальний гул народа. В провалах улиц мгла и тишь, То день идёт, гудит Париж. Мы видим только то, что знаем. Какая сила, какое отчаяние Заставит прозреть. Ощущение неполноты Заводит в тупики и закоулки Экзистенциального выбора. Мы боимся идти далее. Мы боимся писать стихи. Мы разбредаемся и говорим на разных языках. Мы столько лет разделены И имеем свои предпочтения И интересы. Существовать полнее – это всё больше объединяться. Но единство возрастает Лишь на основе возрастания сознания, т.е. видения. Вот, несомненно, почему История живой природы Сводится к созданию в недрах космоса, В котором можно различать всё больше, Всё более совершенных глаз. Гудит Париж. Наш глаз даёт нам непосредственное впечатление только о двух измерениях. Мы всё видим на плоскости. Но к этому основному впечатлению присоединяется и совершенно затемняет его понимание трёхмерного пространства, основанное на предварительном опыте осязания. Стереоскопичность Парного Глаза делает наше зрение отчасти продолжением осязания, осязанием на расстоянии. Но без предварительного опыта осязания мы бы никогда не могли дойти до сознания, что наши зрительные впечатления находятся вне нас. Для нас Париж был ряд преддверий В просторы всех веков и стран, Легенд, истории и поверьей, Как мутно-серый океан. Париж властительно и строго шумел у нашего порога. Мы отдавались, как во сне, И во ласкающей волне, Мгновенья полные, как годы, Как жезл сухой расцвёл музей. Прохладный мрак больших церквей, Орган, готические своды, Толпа, потоки глаз и лиц, Припасть к земле, склониться ниц. Глаз, видящий мир на плоскости и мир, отражённый в нём, проникающий в сознание настолько глубоко, что с достоверностью предстаёт человеку трёхмерным. Это фокус зрения, понимание мира и мир понимания. И в том и в другом случае, оказывается, речь идёт об одном – о человеческом «я» и мышлении, которое не укладывается в это «я», но божит в надсолнечной эмали. «Вне «я» не только предметы из поля зрения, вне «я» всё мыслительное пространство – внутреннее и внешнее. «Разрушение внешнего пространства есть разрушение внутренних источников гармонии», – говорил Блок. «Он подозревал такую возможность, то есть не тогда, когда продукты гармонии искажаются или гонимы, а когда разрушены внутренние источники, внутренние возможности мысли, разрушается и сама мысль, поскольку есть закон – человек не весь в человеке. Мы идём к себе издалека, весьма издалека» Мераб Мамардашвиль Мысль в культуре Подводя к пониманию своей мысли, философ, подобно поэту, а может и акционисту-художнику, использует метафоры, заменяя академические термины понятиями, у которых нет строгого определения, а смысл моделируется в каждой конкретной ситуации. Таковы объекты кентавры – понятия, которые Мамардашвили определил для описания структур сознания в работе классические и неклассические идеалы рациональности. Любить без слёз, без сожаленья, любить, не веруя, возврат, чтоб было каждое мгновенье последним в жизни, чтоб назад нас не влекло неудержимо, чтоб жизнь скользнула в кольцах дыма, прошла, развеялась, и пусть вечерняя радостная грусть обнимет нас своим запястьем, смотреть, как тают без следа остатки грёз и никогда не расставаться с грустным счастьем, и, подойдя к концу пути, вздохнуть и радостно уйти. «В поэзии есть только относительности, только приближения», – утверждал Иннокентий Фёдорович Анинский. «И к смыслу, полному в самом себе, художественному наслаждению, в Волошенках мосты пролагают символы». Философский акт состоит в том, чтобы блокировать в себе нашу манию мыслить картинками. И когда мы убираем картинки и предметные референции из нашего сознания, мы начинаем мыслить. Это означает, что наше мышление всегда гранично или на пределе. Я поясню. То, что философы называют смыслом, смыслом истории или смыслом мироздания, это то, что никогда не реализуется в пространстве и времени, и никогда не исполняется в виде какого-нибудь события или состояния, например, государственной конституции, которая была бы примером этого смысла. Смысл, а он всегда полный, не есть предмет, находимый в мире, так же, как граничный конец истории не есть часть истории, события в ней. Конец времени не есть часть времени. Мы всегда должны мыслить посредством тех вещей, которые помещаем на границу, сопрягая на ней реальные события и никогда не помещать их внутрь мира, не ожидать их внутрь мира в составе его событий. Просто от этого возможны такие-то события и невозможны какие-то другие. Мераб Мамардашвили. Философия – это сознание вслух. Молодой и восторженный эстетик. Волошин не желает рисовать просто картинки. И мысль, и цель он преследует в каждом атоме мира. Художники – глаза человечества. Они идут впереди толпы людей по темной пустыне, наполненной миражами и привидениями, и тщательно ощупывают и исследуют каждую пять пространств. Они открывают в мире образы, которых никто не видал до них. В этом назначение художников. Люди всегда видят в природе только то, что раньше они видели в картинах. Поэтому та новая картина, передающая природу с новой точки зрения, всегда кажется сначала неестественной и не похожей на правду, но потом вновь открытые видимости сами переходят в число миражей человечества. Максимилиан Волошин. Скелет живописи. Здесь всё теперь воспоминанье. Здесь всё мы видели вдвоём, здесь наши мысли, как журчанье двух струй бегущих в водоём. Я слышу вашими ушами, я вижу вашими глазами, Звук вашей речи на устах, ваш робкий жест в моих руках. Я б из себя все впечатления хотел по-вашему понять, Певучие рифмы их связать и в стих вковать их отраженье. Но только нет. Продлённый миг есть ложь. И беден мой язык. Бытие и время всегда были осевой темой для философов и поэтов. Августин Блаженный считал, что нет ни прошлого, ни будущего. Есть лишь настоящее прошлого и настоящее будущее. Бытие – то, чего никогда не было и не будет. Бытие есть данность, настоящий момент. Продлённый миг есть ложь. Спряжение глаголов, слова, означающие действия, Принадлежат миру вещей и только путают нас. Художник выбирает кисть, поэт проникает в скрытую сущность слова и обращается с его смыслом, а не с образом или картинкой. Сущность художественного наслаждения заключается в том, что зритель, находя неизвестные, но привычные ему корни видимости, сам одевает их обычными цветами иллюзий и этим приобщается к творчеству. Поэтому незаконченность художественного произведения является необходимым условием наслаждения. Произведение, обременённое подробностями, всегда даёт впечатление насилия, совершаемого над душой человека. Максимилиан Волошин, Скелет живописи И всё мне снится день Версали. Тропинка в парке между Туй, Прозрачный холод синий дали Безмолвьем раморных статуй. Фонтан икони Аполлона, Затишье парка Трианона, Шероховатость старых плит, Там рамор сер, меньхом покрыт. Закат, как отблеск пышной славы, Давно отшедшей красоты, И в вазах каменных – цветы, И глыбой стройно-величавой – дворец, В пустынных окон ряд, И в стёклах – пурпурный закат. Волошин обращается к Парижу и говорит с ним не как с городом или видением, но как с живым организмом, таким же самостоятельным и приходящим, как сны. То, что философы называют смыслом, смыслом истории или смыслом мироздания – это то, что никогда не реализуется в пространстве и времени. Его слово живо не предметной референцией. Вещи, как и люди, приходят и уходят из жизни. Но мыслью, которая дышит и оттеняет значками чистый бумажный лист. Смысл никогда не исполняется в виде какого-нибудь события или состояния. Слово может быть пустым. Смысл всегда полон, и именно он поэтичен. И даже более того. Человеку очень важно, чтобы счастье, как и несчастье, было результатом его собственных действий. Они выпадали ему из таинственной, мистической дали послушания. Важно сознание зависимости происходящего в мире, его удачи и его неудачи, от того, что сам человек мог бы сделать, а не от потусторонней, высшей, анонимной или олицетворённой игры. Непостижимыми путями выбрасывающие ему дары или иждивения, или, наоборот, злые наказания и немилости. Сказал же однажды один свободный человек. Минуй на спуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Мераб Мамардашвили. Философия – это сознание вслух. Есть беспощадность в примитивах. У них для правды нет границ. Ряды позорно некрасивых, разоблачённых кистью лиц. У них дышит жизнью каждый атом. Фуке, безжалостный анатом, их душу взял и расчленил. Спокойно взвесил, осудил и распил их в своих портретах. Его портреты – казнь и месть. И что-то дьявольское есть в их окружающих предметах и в хрящеватости ушей, в глазах и в линии ноздрей. Дьявол уносит Антония за пределы мироздания. Меры в непрерывном течении проходят под их ногами. «Где же цель?» «Нет цели», – отвечает дьявол. «И в бледном лице, с узким лбом и страдающими глазами – бесконечная грусть. Если б я это создал, то была бы цель». «Никто до Рэдона не видел дьявола с таким лицом. Этого дьявола – чувство, так не похожего на обычного дьявола – разума», – Максимилиан Волошин, Аделон Рэдон. Дьявол – разума и дьявол – чувство. Сколько бесов готовы оказать человеку свою злую услугу. В мастерской Рэдона висит гравюра Дюрера. Женщина безнадёжно и устало опустила голову. Шёлк платье безнадёжно и устало шелестит по каменным плитам. Перед нею – неправильное геометрическое тело, как ледяной кристалл уныния. Сломанные математические инструменты лежат в беспорядке. Серая радуга, звезда со снопом лучей и через небо длинная лента, на которой написано «Меланколия». На высотах познания одиноко и холодно. Максимилиан Волошин, Аделон Рэдон. Им мир Рэдона так созвучен. В нём крик камней, в нём скорбь земли. Но саван мысли сер и скушен, он змей, свернувшийся в пыли. Рисунок грубый, неискусный. Вот дьявол, кроткий, странный, грустный. Антоний видит бег планет. Но где же цель? Здесь цели нет. Струится мрак и шепчет что-то, Легло молчанье, как кольцо, Мерцает бледное лицо Средь ядовитого болота, И солнце, чёрное, как ночь, Вбирая свет, уходит прочь. Что же там, на высях сознания, На высотах познания, Бесцельность дьявола разума, Зависть дьявола чувства? Там, на высях сознания, Безумье и снег. Николай Гумилёв Но всякий разум, целеполагание, Это вместе со всей своей непознаваемостью мира Высказал отменно белый и нежный Мануил Кант. И всякая злоба – уже не бесчувственность. Как же по доброте своей душевной Старик Кант порождает Гегеля, А ещё не старый гениальный Фридрих, который вопиет о том, что Бог умер, Умирает в сумасшедшем доме? Как у этих высот познания Вырастают младогегельянцы, Ленин и его концентрационные лагеря Для рабочих, не желающих Служить в Красной армии, А потом Розенберг, Геббельс, Фюрер? И, смеясь надо мной, Презирая меня, Люцифер распахнул Мне ворота во тьму, Люцифер подарил мне шестого коня, И отчаянье было название ему. Николай Гумилёв. Баллада. Волошин не отчаивается. Как древний кентавр он может сказать – в нас бег планет, В нас мысль земли. Философ – бесцельным не был ни он сам, Ни мир, в котором он жил. Мысль, будучи заключена в предмете или в теле, В краске или в слове, Умирает для всех тех, кто отождествляет её с этим словом, Краской или предметом. Пусть она живёт и обретается в них, Но, упаси Бог, навеки заточить её в одном из возможных воплощений. Я хочу определить философию как сознание вслух, как явленное сознание. То есть существует феномен сознания. Не вообще всякого сознания, а того, которое я бы назвал обострённым чувством сознания для человека судьбоносным, поскольку от этого сознания человек, как живое существо, не может отказаться. Ведь, например, если глаз видит, то он всегда будет стремиться видеть. Или, если вы хоть раз вкусили свободу, узнали её, то вы не можете забыть её – она вы сами. Иными словами, философия не преследует никаких целей, помимо высказывания вслух того, от чего отказаться нельзя. Это просто умение отдать себе отчёт в очевидности, в свидетельстве собственного сознания. То есть философ никому не хочет досадить, никого не хочет опровергнуть, никому не хочет угодить. Поэтому и говорят о задаче философии – не плакать, не смеяться, но понимать. Я бы сказал, что в цепочке наших мыслей и поступков философия есть пауза, являющаяся условием всех этих актов, но не являющаяся никаким из них в отдельности. Их внутреннее сцепление живёт и существует в том, что я назвал бы паузой. Древние называли это недеянием. В этой же паузе, а не в элементах прямой и непосредственной коммуникации и выражений, осуществляется и соприкосновение с родственными мыслями и состояниями других, их взаимоузнавание и согласование, а главное – их жизнь, независимая от индивидуальных человеческих субъективностей и являющаяся великим чудом. Удивление этому чуду в себе и в других – начало философии и любви. Мераб Мамардашвили «Философия – это сознание, слух» Как горек вкус земного лавра, Роден навеки заковал в полубезумный жест кентавра несовместимость двух начал. В безумье заломивши руки Он бьётся в безысходной муки, земля истонет и гудит Под тяжкой судорогой копыт. Но мне понятна беспредельность, Я в мире знаю только цельность, Во мне зеркальность тихих вод, Моя душа, как небо звездно, Кругом поёт родная бездна, Я весь и ржанье, и полёт. Эти два начала – смысл и его воплощение – столь же не схожи, как мысль о предмете и сам предмет. И чувства тоже осмысленны. Нет смысла, нет цели. Тем самым разрушается внутренний источник гармонии, внутренняя возможность мысли, а значит и сама мысль. Что толку трясти кулаком в мире, в котором присутствует смерть? Какой философ сказал «Люди, не убивайте в себе мысль, ибо тем самым убиваете не только себя, но и будущее своих детей»? В душе звёздное небо и бездна, в которую заглянуть-то страшно. Может быть, потому на высях от познания безумья и снег. Философию можно определить и так. Философия есть такое занятие, такое мышление о предметах любых. Это могут быть предметы физической науки, проблемы нравственности, эстетики, социальные проблемы и т.п. Когда они рассматриваются под углом зрения конечной цели истории и мироздания. Сейчас я расшифрую, что это значит. Конечный смысл мироздания или конечный смысл истории является частью человеческого предназначения. А человеческое предназначение есть следующее – исполнится в качестве человека, стать человеком. Теперь я выражусь иначе. Предназначение человека состоит в том, чтобы исполниться по образу и подобию Божьему. Образ и подобие Божье – это символ, соотнесённо с которым человек исполняется в качестве человека. Сейчас я поясню, что значит этот символ, поскольку в этой сложной фразе я ввёл в определение человеческого предназначения метафизический оттенок, т.е. какое-то сверхопытное представление, в данном случае Бога. Но на самом деле я говорю о простой вещи, а именно «человек не создан природой и эволюцией». Мираб Маммардашвили «Философия – это сознание вслух» Я поклоняюсь вам кристаллы, морские звёзды и цветы, растенья, раковины, скалы, окаменелые мечты безмолвно грезящей природы, стихии мира, воздух, воды и мать-земля и царь-огонь. Я духом Бог, я телом конь, я чую дрожь в предчувствий вещьих, я слышу гул идущих дней, я полон ужаса вещей враждебных, мёртвых и зловещих. И вызывают мой испуг скелет, машина и паук. Исполнится ужаса вещей враждебных, мёртвых и зловещих. Что иное, кроме зла, могут вещать бессмысленные вещи бесцельного мира? В таком-то атеистическом кошмаре дьявол и нашёптывает о мировой справедливости. «Идея справедливости – самая жестокая и самая цепкая из всех идей, овладевавших когда-либо человеческим мозгом» Максимилиан Волошин «Пророки и Мстители» И всё-таки человек – организм мысли, ещё только кентавр, которому предстоит воплощение в человека. На самом деле я говорю о простой вещи, не однажды вздыхал Мирап Мамардашвили, а именно – человек не создан природой и эволюцией. Человек создаётся, непрерывно, снова и снова создаётся. Создаётся в истории, с участием его самого, его индивидуальных усилий. И эта его непрерывная создаваемость и задана для него в зеркальном отражении самого себя символом образ и подобие Божьего. То есть, человек есть такое существо, возникновение которого непрерывно возобновляется. С каждым индивидуумом и в каждом индивидууме. Философия – это сознание вслух. Есть злая власть в душе предметов, рождённых судорогой машин. В них грех нарушенных запретов, в них месть рабов, в них бред и стремнин. Для всех людей одни береги, асфальты, рельсы, платья, книги, и не спасётся ни один от власти липких паутин. Но мы – свободные кентавры, мы – мудрый и бессмертный род. В иные дни у бреговод ласкались к нам ихтиозавры, и мир мельчал. Но мы – росли. В нас бег планет, в нас мысль земли. Май 1904. Париж. Черубиниана Ненужный перстень Соломона Сын Камнереза, родоначальник италийской философии Пифагор, говорил о себе, что некогда был эфалидом и почитался сыном Гермеса. И Гермес предложил ему на выбор любой дар, кроме бессмертия. А он попросил оставить ему и живому, и мёртвому память о том, что с ним было. Поэтому и при жизни он помнил обо всём, и в смерти сохранил ту же память. Впоследствии он вошёл в Эффорба, был ранен Менелаем, и Эффорб рассказывал, что он был когда-то эфалидом, что получил от Гермеса его дар, как странствовала его душа, в каких растениях и животных она побывала, что претерпела в Аиде и что терпят там остальные души. После смерти Эффорба, душа его перешла в Гермотима, который, желая доказать это в храме Аполлона, указал щит, посвящённый Богу Менелаем. Отплывая от Трои, говорил он, Менелай посвятил этот щит Аполлону. А теперь он уже весь прогнил, осталась только отделка из слоновьей кости. После смерти Гермотима он стал пирром, деловским рыбаком. И по-прежнему всё помним, как он был сперва Эфалидом, потом Эффорбом, потом Гермотимом и пирром. А после смерти пирра он стал пифагором и тоже сохранил память обо всём вышесказанном. Блуждание Как некий юноша в скитаниях без возврата, иду из края в край и от костра к костру. Я в каждой девушке предчувствую сестру и между юношей ищу напрасно брата. Щемящей радостью душа моя объята. Я верю в жизнь и в сон, и в правду, и в игру. И знаю, что приду к отцовскому шатру, где ждут меня мои и где я жил когда-то. Бездомный долгий путь назначен мне судьбой. Пускай другим он чужд, я не зову с собой, я странник и поэт, мечтатель и прохожий. Любимая со мной, минувшего не жаль, а ты, что за плечом со мною тайно схожий, несбыточной мечтой, сильнее жги и жаль. Память, источник поэзии. Талант не всегда дар, часто и воспоминания, – утверждал Гумилёв. Неясная, смутная, нечёткая, За ним ощупью идёшь в сумрак и туман к таящимся там прекрасным призракам когда-то пережитого. Впрочем, призраки далеко не всегда прекрасны, а пережитые заслуживают воспоминания. Я был в Петербурге в последний раз, в последний раз в жизнь, в начале апреля семнадцатого года, в дни приезда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытии выставки финских картин. Там собрался весь Петербург во главе с нашими тогдашними министрами Временного правительства, знаменитыми думскими депутатами, и говорились в финном истерически подобострастные речи. А затем я присутствовал на банкете в честь финна. И, бог мой, до чего, ладно, и многозначительно связалось всё то, что я видел тогда в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет. Собрались на него всё те же, весь цвет русской интеллигенции, т.е. знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель – именно посол Франции. Но надо всеми возобладал Маяковский. Я сидел за ужином с горьким и финским художником Галеном и начал Маяковский с того, что вдруг подошёл к нам, вдвинул стул между нами и стал есть наших тарелок и пить из наших бокалов. Гален глядел на него во все глаза так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы её, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал, я отодвинулся. – Вы меня очень ненавидите? – весело спросил меня Маяковский. – Я ответил, что нет, слишком много чести было бы вам. Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то ещё, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашний министр иностранных дел, и Маяковский тянулся к нему к середине стола, а там скачал на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опешил. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил. – Господа! – но Маяковский заорал пуще прежнего. И Милюков развёл руками и сел. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так, Маяковский мгновенно заглушил его ещё более зычным рёвом. Но мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале. Сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг всё покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно потрясённый до глубины души этим излишеством свинства, стал что из силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов ему известных – много, много, много! Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Маяковского ещё в гимназии пророчески прозвали «идиотом Полифемовичем». Маяковский и прочие тоже были довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались некоторое время только площадными шутами. Но не даром Маяковский назвал себя футуристом, то есть человеком будущего, он уже чуял, что Полифемское будущее принадлежит, несомненно, им – Маяковским, и что они, Маяковские, вскоре уж навсегда заткнут рот всем прочим трибуном ещё великолепнее, чем сделал он один на Перу в честь Финляндии. Иван Бунин. Воспоминания. Трехины Появились новые Трехины. Фёдор Достоевский Исполнилось пророчество. Трехины в тела и в дух вселяются людей. И каждый мнит, что нет его правей, ремёсла земледелия машины оставлены. Народы племена безумствуют, кричат, идут полками, но армии себя терзают сами, казнят и жгут мор, голод и война. Воятель душ, Возвавший к жизни племя страстных глубин, Провидел наше время, пророчественною тоской объят. Ты говорил, томимый нашей жаждой, Что мир спасётся красотой, что каждый за всех во всём пред всеми виноват. 10 декабря 1917 к октябрю. Единственное утешение, всеобщий ужас, который господствует везде, куда ни взглянешь. Все люди, живущие в России, ведут ею себя к погибели. Теперь окончательно и несомненно, что в России водворился прочный порядок, заключающийся в том, что руки и ноги жителей России связаны крепко, у каждого в отдельности и у всех вместе. Каждое активное движение, в сфере какой бы то ни было, ведёт лишь к тому, чтобы причинить боль соседу, связанному точно так же, как я. Таковы условия общественной, государственной и личной жизни. Александр Блок. Из письма матери 10 ноября 1909 года. ПЛЯСКИ Кость, сожжённых страстью, Бирюза, Тайная мечта. Многим я заглядывал в глаза, Та или не та. В тихой пляске свились в лёгкий круг Тенель, нитель, глы. Слишком тонкие стебли детских рук, Пясти тяжелы. Пальцы гибки, как лоза с лозой Заплелись, неяс, Отливает тусклой бирюзой Ожерелий вязь. Слишком бледны лица, профиль чист, Нежны ветви ног, В волосах у каждой аметист Темный огонёк. Мгла одеждь туманит Очерк плеч и прозрачит грудь. Их тела, как пламенники свеч, Может ветру задуть. И я сам, колеблемый, как дым Тлеющих костров, Восхожу к зелёно-золотым Далям вечеров. 30 мая 1912 к октябрь Рождение Обманите меня, но совсем, навсегда. Летом 1909 года Николай Гумилёв гостит в Крыму у Максимилиана Волошина. Вместе с ним поэтесса и переводчица Елизавета Дмитриева, которой он не так давно сделал предложение и получил отказ. Тем не менее, Гумилёв не оставляет ухаживаний и продолжает добиваться её руки. По воспоминаниям Максимилиана Волошина, Лиле в то время было 19 лет, это была маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом, она была хромой от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В детстве у всех её игрушек отламывалась одна нога, так как её брат и сестра говорили «Раз ты сама хромая, у тебя должны быть хромые игрушки». Распоминания о Чарубине Дегбряк Трудное детство. Хромые игрушки. Загадки русской литературы. Сколько интриг, страстей, сближений и разрывов закрутится вокруг этой маленькой хромой девицы. В то время Дмитриева была студенткой Петербургского университета, изучала старо-французскую и старо-испанскую литературу и преподавала в приготовительном классе Петровской женской гимназии. Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашёл себе подругу из породы лебедей. Лебединый розчерк Николая Губенёва на альбоме, подаренном Лиле. «Много раз просил меня Николай Степанович выйти за него замуж», – рассказывала она. Никогда не соглашалась я на это. В это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой непонятной мне любви. В будни своей жизни не хотела я обводить Николая Степановича. Те минуты, которые я была с ним, я ни о чём не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Николай Степанович. И ещё, в нём была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство, желание мучить. Воистину, он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха, ревновал, ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья. Елизавета Дмитриева Исповедь Тут же, на взморье, в октябель, в дом Макса Волошина добирается граф Алексей Толстой с супругой, «мистик и народник», типичный петербургский поэт, как называл его бывший с ним в приятельских отношениях Николай Гумилёв. Молодой Толстой отличался нагромождением словесной околесицы, посредственными стихами, чем-то вроде пародии на стихи крестьянских поэтов. Утром росы не хватило, стонет утроба земная, сверху то высь затомила матушка степь голубая. Бык на цепи золотой в небе высоко ревёт, вон и корова плывёт, быку видал огневой, вздыбился, пал. «Каждая мысль заранее обуславливает свою форму – поэтическую, прозаическую, живописную или музыкальную, иначе она не мысль, а недомыслие» Николай Гумилёв. Письма о русской поэзии. Однажды с горечью сказанное Николаем Гумилёвым о поэте Льве Зилове, который подражал прозию Бориса Зайцева, можно отнести и к Алексею Толстому. В ту пору Толстой ещё не освоился в русской литературе. К тридцатым годам Лев Зилов будет известен как автор десятка книжек-стихов для детей, а советский граф Алексей Толстой – как романист и превосходный рассказчик. Помещённый в чердачной комнатке под самую крышу Волошинского дома, Гумилёв сочиняет своих капитанов. Он помнит все существования, помнит нетленное бытие народов, в которых жил. И разве уместны упрёки Макса об опломбе в связи с перепутанными фактами из школьных учебников историй? Какое дело до них путнику, неутомимому как время? Ведь даты эти – он сам. Гумилёв читает стихи тут же у Волошина с неожиданным блеском в глазах, голосом сильным и приглушённым. Капитаны На полярных морях и на южных По изгибам зелёных зыбей Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, Открыватели новых земель, Для кого не страшны ураганы, Кто изведал мальстремы и мель, Чья они пылью затерянных хартий, Солью моря пропитана грудь, Кто иглой на разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь. И, взойдя на трепещущий мостик, Вспоминает покинутый порт, Отряхая ударами трости Клочья пены с высоких ботфорд. Или, бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвёт пистолея Так, что сыплется золото, Скружив с розоватых барбанских манжет. Пусть безумствует море и хлещет, Гребни волн поднялись в небеса, Ни один пред грозой не трепещет, Ни один не свернёт паруса. Разве трусам даны эти руки, Этот острый уверенный взгляд, Что умеет на вражьи филуки Неожиданно бросить фрегат, Меткой пулей, а строгой железной, Настигать исполинских китов И приметить в ночи многозвездной Охранительный свет маяков. «Я звала его Гумми», – Много лет спустя исповедуется Дмитриева, – «не любила имени Николай, А он меня, как зовут Дома меня, Лиля, Имя похоже на серебристый колокольчик», – Так говорил он. Как тебе ли всё изменилось? Здесь началось то, в чём больше всего виновата я перед Николаем Степановичем. Судьбе было угодно свести нас троих вместе, его, меня и Максимилиана Александровича, потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая – это был Максимилиан Александрович. Если Николай Степанович был для меня цветение весны, мальчик, мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то Максимилиан Александрович для меня был где-то вдали, кто-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую. Елизавета Дмитриева Исповедь Елизавете Дмитриевой К этим гулким морским берегам, Осиянным холодною синью, Я пришла по сожжённым лугам, И ступни мои пахнут полынью. Запах мяты в моих волосах И движением измяты одежды, Дикой масличной ветвью в цветах Я прикрыла усталые вежды, На ладонь опирая висок И стягучую дремой не споря, Я внимаю, склонясь на песок Кликом ветра и голосу моря. Май 1909. Коктябрь Когда-то феи собирались вокруг новорожденных принцесс – колдовским шёпотом набивает Волошин – – и каждая клала в колыбель свои дары, которые были в сущности не больше, чем пожеланиями. Мы, критики, тоже собираемся над колыбелями новорожденных поэта. Но чаще мы любим играть роль злых фей и пророчить о том мгновении, когда их талант уколется и овертено и погрузится в сон. А слова наши имеют реальную силу. Что скажем о поэте, тому и поверят. Что процитируем из стихов его, то и запомним. Осторожнее и бережнее надо быть с новорожденными. Максимилиан Волошин Гороскоп Чарубины де Габриак Этот русский парижанин, который верил и в жизнь, и в сон, и в правду, и в игру, странник и поэт, мечтатель и прохожий, который не звал за собой в свой бездомный долгий путь, этот маг и мистификатор своим безошибочным художественным чутьём угадывает в маленькой хроменькой Лиле поэтический дар, и то, что девочке казалось чудом, свершилось. Она В напрасных поисках за ней я и следил земные тропы От гималайских ступеней до древних пристаней Европы. Она – забытый сон веков, в ней несвершённые надежды. Я шорох знал её шагов, и шелест чувствовал одежды. Тревожа древний сон могил, я поднимал киркою плиты, её искал, её любил в чертах Микенской Афродиты. Пред нею падал я во прах, целуя пламенные ризы, царевны солнца, Таях, и покрывал омоны Элизы. Подгул молитв и дальний звон склонялся в сладостном Бессильи, пред ликом восковых Мадонн На знойных улицах Севильи. И я читал её судьбу В улыбке внутренней зачатья, В улыбке девушек в гробу, В улыбке женщин вмиг объятья. Порой в чертах случайных лиц Её улыбке пламя тлело, И кто-то звал со дна темниц Из бездны призрачного тела. Но неизменно и не та, Она сквозит за тканью зыбкой И тихо светятся уста Неотвратимою улыбкой. Июль 1909-го Я узнала, что Максимилиан Александрович любит меня, Любит уже давно, К нему я рванулась вся, От него я не скрывала ничего, Он мне грустно сказал, «Выбирай сама, Но если ты уйдёшь к Гумилёву, Я буду тебя презирать». Выбор был уже сделан, Но Николай Степанович всё же оставался для меня Какой-то благоуханной, Алой гвоздикой. Мне всё казалось, Хочу обоих. Зачем выбор? Я попросила Николая Степановича уехать, Не сказав ему ничего. Елизавета Дмитриева Исповедь Жизнь, – заметил Пифагор, – подобна игрищам. Иные приходят на них состязаться, Иные – торговать, а самые счастливые – смотреть. Так и в жизни иные, подобные рабам, Рождаются жадными до славы и наживы, Между тем как самые счастливые, до единой только истины. Пифагор исследовал взаимоотношения чисел И арифметическим путём решал многие геометрические задачи своего времени. Когда он нашёл, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен квадрату катетам, То принёс богам гекатомбу, жертву быками воздвиг. Делос Оком мертвеным горгоны – обожжённая земля, Гор зубчатые короны, Бухт зазубренных края. Реет в море белый парус, Как венец с пяти сторон, Сизый сирос, Синий парус, Мирто, Наксос и Мекон. Гневный лучник, Вождь мгновений, Предводитель Мойр и Мус, Долагатель откровений, Разрешитель древних уз. Сам из всех святынь Эллады Ты своей избрал страной Каменистые циклады, Делос знойный и сухой. Ни священных рощ, ни кладбищ, Здесь не узрят корабли, Ни лугов, ни тучных пастбищ, Ни питающей земли. Только лавр по склонам цинта, Да в тенистых щелях стен Влажный стебель гиацинта, Кустик белых цикламен. Но среди безводных кручей Сердцу Бога сладко мил, Терпкий дух земли горючий, Запах жертв и дым кадил. Делос, ты престолом Феба, Нак стоишь среди морей, Воздымая к солнцу, в небо, Дымы чёрных алтарей. 1909. Что Делоский рыбак Пир, Античный герой Эффор, Пророк Герматим, Математик Пифагор, Суть одно лицо, Кто может разглядеть под разными масками? Только тот, кто, несомненно, Сам причастен к действию. Театр, драма, и жизнь, и игра. «Если же мы сами станем анализировать своё собственное сознание», – удивляется Волошин, – «то мы заметим, что владеем им лишь в те минуты, когда мы наблюдаем, созерцаем или анализируем. Когда мы начинаем действовать, грани его сужаются, и уже всё, что находится вне пути наших целей, достигает до нас сквозь толщу сна». Дневное сознание совсем угасает в нас, когда мы действуем под влиянием эмоций или страсти. Действуя, мы неизбежно замыкаемся в круг древнего сонного сознания, и реальности внешнего мира принимают формы нашего сновидения. Основа всякого театра – драматическое действие. Действие и сон – это одно и то же. Максимилиан Волошин. «Лица и маски» Тимирийские сумерки Константину Фёдоровичу Богоевскому Сочилась желчь шафранного тумана. Был стоптан стыд, притуплена любовь, стихала боль, дрожала зыбко бровь, плыл горизонт, глаз видел чётко, пьяно, был в свитках туч, на небе явлен вновь грозящий стих закатного Корана. И был наш день – одна большая рана, и вечер стал запекшаяся кровь. В тупой тоске мы отвратили лица, в пустых сердцах звучало глухо «Нет!» Из остановок раненая львица, вдоль по камням влача кровавый след, ты на руках ползла от места боя, с древком в боку от боли долга воя. Так начиналось действие, которое войдёт в историю русской поэзии как самая яркая и, пожалуй, самая жестокая литературная мистификация. Из Коктебеля Николай Степанович Гумилёв бежит одиноким ночным бродягой капитаном без корабля. Через три месяца в Петербурге зазвучит имя Чарубины де Габриак, но имя лишь только маска. Под этой маской кроется маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом. Ни Гумилёв, ни Толстой, хорошо знакомые с её стихами по дому творчества у Макса Волошина, не скажут ни слова. Они тоже превратятся в акторов, в бессловесных акторов с сонным сознанием, порождающим чудовище. Пока сам мистификатор в темноте наобум лабиринтом неведомых зал будет водить удивлённых и одураченных свидетелей и участников действий. Закрыт нам путь проверенных орбит. Эта мистификация станет предзнаменованием долгого блуждания нации, а вместе с ней и литературы по пустыне переоцененных ценностей, возвратного устремления в архаику и обмана, в который поверили сами мистификаторы социального переустройства и пленённые наваждением народы. Блуждание Обманите меня, но совсем навсегда. Чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда, чтоб поверить обману свободно, бездум, чтоб за кем-то идти в темноте наобум и не знать, кто пришёл, кто глаза завязал, кто ведёт лабиринтом неведомых зал, чьё дыханье порою горит на щеке, кто сжимает мне руку так крепко в руке, а очнувшись увидеть лишь ночь до туман, обманите и сами поверьте в обман. Для того, чтобы стать математиком, Пифагор учился в Греции, Египте, Финикии и Сирии. Сумев пересечь долину Ефрата, он достаточно долго находился у Халдеев, пока не перенял их секретные знания. Через Мидию и Персию совершил путешествие в Индустан, где несколько лет был учеником, а потом сам стал инициированным в Бромины, Элефанта и Элора. Имя Пифагора и ныне в списках Броминов, где он значится как Еванчария – ионийский учитель. Он собрал всю мудрость древних и поместил её на таинственное основание мистики чисел. «Дует ветер, поклоняйся шуму», – втолковывал Пифагор ученикам. Таким образом, он напоминал о том, что все вещи в природе проявляются через гармонию, ритм и порядок, установленные Богом. Прислушайтесь к голосу стихий. В треугольном основании всех искусств и наук – математика, музыка и астрономия, и мистические числовые соотношения в основании каждой из них. Числа у Пифагора – суть вещей. «Начало всего, – говорил он, – единица. Единица, как причине, подлежит, как вещество, неопределённая двоица. Из единицы и неопределённой двоицы исходят числа, из чисел точки, из точек линии, из них плоские фигуры, из плоских – объёмные фигуры, из них чувственно воспринимаемые тела, в которых четыре основы – огонь, вода, земля и воздух. Перемещаясь и превращаясь целиком, они порождают мир, одушевлённый, разумный, шаровидный, в середине которого – земля. И земля тоже шаровидна и населена со всех сторон». Геоген Лаэртский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. МИСТИКА ЧИСЕЛ или УМОЗРЕНИЕ За две тысячи лет до Колумба и Галилея земля круглая и населена со всех сторон, и мир, одушевлённый, разумный, шаровидный. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передаёт. Николай Гумилёв Слово Пифагор ведал, что человек и Вселенная созданы по образу Бога. И поскольку образ этот один, то знание об одном является знанием и о другом. И между большим человеком и человеком земным есть постоянное взаимодействие. Следя в вещах знакомые узоры, Пифагор верил, что в конце концов человек достигнет состояния, в котором взаимодействие это отобразит большую природу человека в эфирном теле, налагаемом на физическое, и после этого человек будет обитать в антихтоне – восьмой из десяти сфер. Отсюда он может вознестись в область бессмертных, который принадлежит по божественному праву рождения. Как легко гаснет во времени, тонет в пространстве память даже о самом начертанге священных понятий. Человек на земле, в краю изгнания, бесплодно пытается отыскать штрихи сокровенной жизни вещей, а значит, увидеть в них свою душу. Однако небесные сферы не вышелушиваются, как семена, и умный взор высвечивает за сермяжной оболочкой скрытую суть. Ясновидца томит память. В нём тлеет боль обид, причинённых не ему. Он видит сны и помнит имена. Ему в любви не радость встреч дана, а тёмные восторги расставанье. Он – антропософ, уверяет, будто люди – суть ангела десятого круга, которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел, – характеризовал его Иван Бунин. Воспоминания Корона Астралис Елизавете Ивановне Дмитриевой В мирах любви неверные кометы, Сквозь горных сфер мерцающий стажар, Клубы огня метущийся пожар, Вселенских бурь, Блуждающие светы, Мы вдаль несём. Пусть тёмные планеты В нас видят меч грозящих миру кар, Мы правим путь свой к солнцу, Как и кар – плащом ветров И пламени одеты. Но странные, его коснувшись, Прочь стремим свой бег. От солнца снова в ночь, Вдаль по путям парабол безвозвратных. Слепой мятеж наш дерзкий дух стремит, В багровой тьме Закатов незакатных, Закрыт нам путь проверенных орбит. Я начну с того, с чего начинаю обычно – С того, кто был Габриак. Габриак был морской чёрт, Найденный в Коктебеле на берегу Против мыса Мальчин. Он был выточен волнами Из корня виноградной лозы, И имел одну руку, одну ногу И собачью морду С добродушным выражением лица. Он жил у меня в кабинете, На полке с французскими поэтами, Вместе со своей сестрой, Девушкой без головы, Но с распущенными волосами, Также выточенной из виноградного корня, До тех пор, пока не был подарен Мною Лили. Тогда он переселился В Петербург на другую книжную полку. Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах – Демонология Бодена – И, наконец, остановились на имени Габриак. Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего чёрта. Максимилиан Волошин Воспоминания о Чарубине де Габриак Интрига закручивается. 5 сентября 1909 года Лиля и Макс возвращаются в Петербург, И Габриак, морда с добродушным выражением лица, Соединяет их на недолгий, но полный искушение срок. Закрыт нам путь проверенных орбит. Нарушен лад молитвенного строя. Земным богам земные храмы строя Нас, жрец земли, земле не причастит. Безумьем снов скитальный дух повит. Как пчёлы мы, отставшие от роя, Мы, беглецы, и сзади наша троя И зарево наш парус багринит. Дыханьем бурь таинственно влеко мы, По свиткам троп, по простыням дорог, стремимся мы, Суров наш путь и строг. И пусть кругом грохочут глухо громы, Пусть веет вихрь сомнений и обид, Явь наших снов земля не истребит. 24 октября 1909 года в Петербурге по соседству с Габриаком учреждается новый литературный журнал, который называется не иначе, как «Аполлон» именем подателя света Феба. Отделом прозы в нём заведует Михаил Кузьмин, стихами Гумилёв, театральным отделом Серёжа Ауслендер. По поводу выхода первого номера журнала в редакции была устроена выставка и банкет, на который и собрался весь тогдашний литературный и театральный свет. Путили очень много. Сергей Ауслендер Воспоминания о Гумилёве Ситуацию обрисовывает сам мистификатор. В журналах того времени редактор обыкновенно был и издателем. Это не был капиталист, а лицо, умевшее соответствующим образом обработать какого-нибудь капиталиста. Редактора Аполлона Сергею Маковскому удалось использовать ушковых. Маковский Папа Мако, как мы его называли, был чрезвычайно и аристократичен и элегантен. Я помню, он советовался со мною не вынести ли такого правила, чтобы сотрудники являлись в редакцию Аполлона не иначе, как в смокингах. В редакции, конечно, должны были быть дамы, и Папа Мако прочил балерин из петербургского кардебалета. Лиля, скромная, неэлегантная и хромая, удовлетворить его, конечно, не могла, и стихи её были в редакции отвергнуты. Тогда мы решили изобрести псевдоним и послать стихи с письмом. Письмо было написано достаточно утончённым слогом на французском языке, а для псевдонима мы взяли на удачу Чёрта Габриаха. Но для аристократичности Чёрт обозначил своё имя первой буквой, фамилии изменил на французский лад окончания и прибавил частицу «d» – «che» de «gabriac». Впоследствии «che» было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на «che», пока наконец Лиля не вспомнила об одной Брэдгартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя «черубины». Максимилиан Волошин. Воспоминания о «черубине» de Габриак. Облики Ты живёшь в молчанье тёмных комнат Встречь шелков и тусклой позолоты, Где твой взгляд несут в себе и помнят Зеркала, картины и киоты. Смотрят в душу строгие портреты, Речи книг звучат темно и разно, Любишь ты береги и запреты, Грех молитв и таинства соблазна. И тебе мучительно знакомы Сладкий дым бензоя, Запах нарда, Тонкость рук у юношей Содомы, Знойность уст у женщин Леонарда. 12 февраля 1910 октября Первое письмо в Аполлон из тех, что сопровождали стихи никому не ведомой «Черубины», было написано по-французски на бумаге с траурным обрезом и запечатано чёрным сургучом. На Папа Мако стихи произвели неизгладимое впечатление. Маковский в это время был болен ангиной. Он принимал сотрудников у себя дома, лёжа в элегантной спальне, рядом с кроватью стоял на столике телефона. Когда я на другой день пришёл к нему, у него сидел красный и смущённый Алексей Николаевич Толстой, который выслушивал чтение стихов, известных ему по Коктябелю, и не знал, как ему на них реагировать. Я только успел шепнуть ему – молчи, уходи. Он не замедлил скрыться. Маковский был в восхищении. Вот видите, Максимилиан Александрович, я всегда вам говорил, что вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи. Такие сотрудники для Аполлона необходимы. В Чарубине был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта, с просьбой порыться в старых тетрадях и прислать всё, что она до сих пор писала. В тот же вечер мы с Лидей принялись за работу. И на другой день Маковский получил целую тетрадь стихов. В стихах Чарубины я играл роль режиссёра и цензора, подсказывал темы, выражения, давал задания, написала только Лиде. Мы сделали Чарубину страстной католитчикой, так как эта тема ещё не была использована в тогдашнем Петербурге. Максимилиан Волошин Воспоминания о Чарубине де Гавряк Двойник Есть на дни геральдических снов перерывы сверкающей ткани. Во глубине анфилаты дворцов, на последней таинственной грани повторяется сон между снов. В нём всё смутно, но с жизнью схоже. Вижу девушке бледное лицо, как моё, но иное, и то же, – и моё на мизинце кольцо. Это я. И всё так не похоже. Никогда среди грязных дворов, среди улиц, глухого квартала, переулков и пыльных садов никогда я ещё не бывала в низких комнатах старых домов. Но она от томительных будней, от слепых паутин вечеров хочет только заснуть непробудней, чтоб уйти от неверных оков, горьких грёз и томительных будней. Я так знаю черты её рук. И во время моих новолуний, обнимающей сердце испуг, и походку крылатых вещуней, и речей её вкрадчивый звук. И моё на устах её имя, обо мне её скорбь и мечты, и с печальной каймою листы, что она называет своими, затаили мои же мечты. И мой дух её мукой волнуем, если б встретить её наяву и сказать ей, мы обе тоскуем, как и ты, я вне жизни живу, и обжечь ей глаза поцелуем. Чарубина де Габряк Так начинались стихи Чарубины. На другой день Лиля позвонила Маковскому. Он был болен, скучал, ему не захотелось класть трубку, и он вместо того, чтобы кончать разговор, сказал, «Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Хотите, я расскажу вам всё, что узнал по-вашему?» И он рассказал, что отец Чарубины француз из Южной Франции, мать русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и так далее. Лиле оставалось только изумляться, откуда он всё это мог узнать. И таким образом мы получили ряд ценных сведений из биографии Чарубины, которых впоследствии и придерживались. Если в стихах я давал только идеи и принимал как можно меньшее участие в выполнении, то переписка Чарубины с Маковским лежала исключительно на мне. Папа Мако избрал меня своим наперстником. По вечерам он показывал мне мной уже утром написанные письма и восхищался. Какая изумительная девушка! Я всегда умел играть женским сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук. Он прибегал к моей помощи и говорил «Вы мой сирано», не подозревая, до какой степени он близок к истине, так как я был сирано для обеих сторон. Папа Мако, например, говорил «Графиня Чарубина Георгиевна прислала мне сонет. Я должен написать сонетто ди репосте» – сонет в ответ. И мы вместе с ним работали над сонетом. Маковский был очарован Чарубиной. Если бы у меня было сорок тысяч годового дохода, я решился бы за ней ухаживать. А Лиля в это время жила на одиннадцать с полтиной месяц, который получала как преподавательница приготовительного класса. Мыслили и мечтали о католическом семинаристе, который молча бы появлялся, подавал бы письмо на бумаге с траурным обрезом и исчезал. Но выполнить это было невозможно. Максимилиан Волошин Воспоминания о Чарубине де Гавряк Лишь раз один, как папоротник, я цвету огнём весенней пьяной ночью. Приди за мною к лесному средоточью, в заклятый круг приди, сорви меня. Люби меня, я всем тебе близка. О, уступи моей любовной порче, я как миндаль смертельна и горяка, нежней, чем смерть, обманчивей и горче. Чарубина де Габряк Жизнь. Не видим лиц и верим именам. Рассказывают, что Пифагор был первым человеком, который назвал себя философом, что означает «любящим мудрость». На вопрос флюнского тирана Леонта «Кто ты такой?» Пифагор ответил «Философ». Его дерзкий дух правил пути к солнцу, которая во всём и во всех. Вслед за Фалесом Милецким он указал на единство всего и вся. Вода. Вода. Воздух. Оперон. Огонь. Число. Бескачественная субстанция лежит в основании мира. До него умные люди называли себя мудрецами, что означало «человек, который знает». Пифагор был гораздо скромнее. Он только пытался найти истину, а потому любил мудрость. Корона Астралис Кому земля – священный край изгнанья, того простор полей не веселит. Но каждый шаг, но каждый миг таит иных миров в себе напоминанье. В душе встают неясные мерцанье, как будто он на камнях древних плит хотел прочесть священный алфавит и позабыл понятий начертанье. И бродит он в пыли земных дорог, отступник – жрец, себя забывший Бог, следя вещах, знакомые узоры. Он тот, кому погибель не дана, кто, встретив смерть, в смущенье клонит взоры, кто видит сны и помнит имена. Видит сны и помнит имена тот, кому погибель не дана, тот, кто, встретив смерть, в смущенье клонит взоры. Страшнее же всего то, что это не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, ценитель всяческих искусств, любезный и неутомимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день, бывая у меня в Одессе весной девятнадцатого года, когда чёрное точило, или не столь кудряво говоря, чрезвычайка на Екатерининской площади, уже усердно прокаляла толщу бытия, он часто читал мне то стихи вроде вышеприведённых, совсем не понимая всей пошлости этого словоблудия насчёт то снежной, то обугленной России, то переводы из Анри де Ренье, а порой выпускался в оживлённое антропософическое красноречие. И тогда я тотчас говорил ему – Максимилиан Александрович, оставьте всю эту музыку для кого-нибудь другого. Давайте-ка лучше закусим. У меня есть сало и спирт. И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречие и с каким аппетитом уписывал он сало, совсем забыв о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случае недостатка дров в плавильне. Иван Бунин. Записная книжка. Что же и философу Пифагору, и антропософу Волошину, и даже Ивану Алексеевичу Бунину в самые, что ни на есть окаянные дни, не был чужд хороший аппетит. И не только к звёздному небу. О тёмные восторге расставанья, О пепел грёз и боль свиданий нам. Нам не ступать по синему лунным и льнам, Нам не хранить стыдливого молчанья. Мы шепчем всем ненужные признанья, От милых рук бежим к обманным снам, Не видим лиц и верим именам, Томяс в путях напрасно воскитанье. Со всех сторон из мглы глядят на нас Зрачки чужих, всегда враждебных, глаз. Ни светом звёзд, ни солнцем, не согреты, Стремя свой путь в пространствах вечной тьмы, В себе несём своё изгнанье мы В мирах любви неверные кометы. Осенью 1909 на небосклоне русской поэзии Зашла звезда. Это была утренняя звезда, поскольку и Марс, и Юпитер, и Сатурн Угасали быстрее. И это была звезда вечерняя, поскольку первой загоралась в вечереющем небе. Елизавета Дмитриева навсегда останется черубиной де Габриак. Она обретёт прекрасную обманную маску ценой собственного лица. Ещё неизвестна Анна Ахматова, она самым неожиданным образом войдёт в русскую поэзию сразу же после черубины. Ещё слишком юна Марина Цветаева. Почти в молитвенном экстазе она жаждет смерти в семнадцать лет. Чарубина единственная отбрасывает тень. Никогда ещё салонный Петербург до такой степени не уповал на женщину-поэта. Дует ветер, поклоняйся шуму. Гармония музыки, астрономии и математики. Гармония чисел поверялась античной богини с серпом в бледной ладони. Таков порядок вещей. Лишь раз один, как папоротник, я цвету огнём весенней пьяной ночью. В мирах любви неверные кометы. Закрыт нам путь проверенных орбит. Явь наших снов земля не истребит. Полночных солнц к себе нас манят светы. Ах, не крещён в глубоких водах леты наш горький дух, и память нас томит, в нас тлеет боль внежизненных обид, изгнанники, скитальцы и поэты. Тому, кто зряч, но светом дня ослеп, тому, кто жив и брошен в тёмный склеп, кому земля – священный край изгнанья, кто видит сны и помнит имена. Тому в любви не радость встреч дана, а тёмные восторги расставанья. Август 1909. Октябрь Почти все средневековые философы изобретали гармоничные теории вселенной, и эта практика продолжалась до тех пор, пока не изжил себя сам способ философствования. Пифагорейцы полагали, что каждая звезда была миром с окружающей её атмосферой из эфира. Они высоко чтили Венеру, потому что она единственная планета, достаточно яркая, чтобы отбрасывать тень. Как утренняя звезда, Венера была видна ещё до восхода солнца, а как вечерняя – сразу после заката. На некоторых широтах серп Венеры можно было видеть без телескопа. Ей было дано много имён. Будучи видимой при закате, она называлась Веспер, а поскольку всходила перед солнцем, была названа ложным светом или Люцифером. Астрологом корпит над гороскопом Черубин и Дегобряк толстый и кудрявый эстет. Сейчас мы стоим над колыбелью нового поэта. Это подкидыш в русской поэзии. Ивовая корзина была неизвестна, кем оставлена в портике Аполлона. Младенец запелён из бельё из тонкого батиста с вышитыми гладью гербами, на которых толеданский девиз «Синьедо» без страха. У его изголовья положена веточка вереска, посвящённого Сатурну и пучок Капиенх , называемых «Венерины слёзки». На записке с чёрным обрезом написаны остроконечным и быстрым женским почерком слова. Чарубина Дегобряк родилась в 1877 году католического вероисповедания. Аполлон усыновляет нового поэта. Максимилиан Волошин Гороскоп Чарубины Дегобряк Блуждание Раскрыв ладонь, плечо склонило. Я не видал ещё лица, но я уж знал, какая сила в чертах Венерина кольца. И раздвоение линий воли сказала мне, что ты, как я, что мы в кольце одной неволи, в двойном потоке бытия. И если суждены нам встречи, быть может, топот и погонь, я полюблю не взгляд, не речи, а только бледную ладонь. Со смертью Пифагора ключ к величайшим загадкам числовому значению слов и мистическому значению чисел был утерян. По прошествии многих лет секреты пифагорейской мистики чисел, что передавались из уст в уста от поколения к поколению, немногим избранным, исчезли вместе с ними. Но память о том, как все большие числа могут быть сведены к малым, от единицы до десяти, осталась. По этой системе, в которой цифры складываются вместе, 666 становится 6 плюс 6 плюс 6, или 18. И 18 в свою очередь становится 1 плюс 8, или 9. Согласно откровению, 144 тысячи душ должны быть спасены. Это число становится 1 плюс 4 плюс 4 плюс 0 плюс 0 плюс 0, что равно 9. И эта операция доказывает, что и зверь вавилонский, и число спасенных указывают на самого человека, чей символ есть 9. Холл. Энциклопедическое изложение масонской философии Я верен тёмному завету, быть всей душой в борьбе, Но змей, что в нас посеял волю к свету, велев любить, Сказал «Убий». Я не боюсь земной печали, Велишь убить, любя – убью. Кто раз упал в твои спирали, Тем нет путей к небытию. Я весь внимающее ухо, Я весь застывший полдень дня, Неистощимо семя духа И плоть моя – росток огня. Пусть капля жизни в море Канет, нерастворимо в смерти я, Не соблазнится плоть моя, Личина трупа не обманет, И не иссякнет бытие Ни для меня, ни для другого. Я был, я есть, я буду снова, Предвечно странствие моё. 11.06.1910. Коктебель Боязнь потерять в море жизни и смерти Собственное «Я» чревато небытием. Максимилиан Волошин играет в любовь к своему «Я». Он всей душой в борьбе. Он жертвует приходящим «Я» ради целостности духа. Земная печаль совсем не в той печали, Когда по велению змия убивают любя, Но в предвечности странствия человека, В вечных поисках истоков, в потоке сознания. Сколько света в этом потоке? Куда ему без человечьего тела? Николай Гумилёв отвечает одной строкой. «Мы меняем души, не тела». Уже в земном своём странствии человек многолик. Волошин неистощимо верит в семя духа. Люди – суть ангелы десятого круга. И плоть моя – росток огня. Такая плоть, в которой эфирное тело, налагаемое на физическое, Отображает большую природу – вселенную. Хорошее соответствие, заданное Творцом, Между большой и малой природой, В ростке огня. Мысль, что заставляет его гореть, Неиссякающее бытие. Душа не стареет и не растёт, Лишь только очищается, Чтобы иной душой предстать в восьмой сфере. Или природа закрыта для наших требований, Направленных в будущее, Так формулирует дилемму Малой и Большой Вселенной Тейяр. И тогда мысль, продукт усилий миллионов лет, Глохнет мертворожденная, В абсурдном универсуме, Потерпевшем неудачу. Или же существует какой-то выход, отверстие, Сверхдуша над нашими душами. Но чтобы мы согласились Вступить в него, Этот выход должен быть без ограничений открыт в беспредельные психические просторы, в универсуме, которому мы можем безрассудно довериться. Тейяр де Шарден – Феномен Человека Мысль обнажает себя для чистого зрения. Пусть капля жизни в море канет, Нерастворимо в смерти я. И я души воскресает в сверхдуше восьмой сферы. Нет, не Макс Волошин воскресает в этом я, а всё море жизни и смерти, что внушает «я был, я есть, я буду снова предвечно странствие моё». Замер дух, стыдливый и суровый, Знанием новой истины объят. Стал я ближе плоти, больше людям, брат. Я познал сегодня ночью новый грех, И строже стала тишина, Тишина души в провалах сна. Через желанье, слабости, склоненье, Через приятие земных вериг, Я к земле доверчивей приник. Есть в грехе великое смиренье, Гордый дух, да не осудит плоть, Через грех взыскует тварь Господь. 5 января 1912, Париж В 1932-м мир искусник, художник Александр Николаевич Бенуа рассказывал. «Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я не совсем верил ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли, но влекло его к этим восхождением совершенно естественно, и именно слова его влекли. Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе. Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал всё его зевсоподобие, сообщая ему что-то растерянное и беспомощное, что-то необычайно милое, подкупающее. Он с удивительной простотой душевной не то медузировал, не то забавлял кремлёвских проконсулов, когда возымел наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличений и трагических ламентаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это, вероятно, только потому, что и там его не пожелали принимать всерьёз». Конец цитаты. А в 1909 зевсоподобному охотно верят. Черубиниана занимается, как пламя костра. Переписка становилась всё более и более оживлённой, и это было всё более и более сложно. Наконец мы с Лилей решили перейти на язык цветов. Со стихами вместо письма стали посылать цветы. Мы выбирали самое скромное и самое дешёвое из того, что можно было достать с цветочных магазинов. Веточку какой-нибудь травы, которую употребляли при составлении букетов, но которая, присланная отдельно, приобретала таинственное и глубокое значение. Мы были свободны в выборе, так как никто в редакции не знал языка цветов, включая Маковского, который уверял, что знает его прекрасно. В затруднительных случаях звали меня, и я, конечно, давал разъяснения. Маковский в ответ писал французские стихи. Он требовал у Черубины свидания. Лиля выходила из положения очень просто. Она говорила по телефону. – Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, сердце вам подскажет, и вы узнаете меня. Маковский ехал на острова, узнавал её и потом с торжеством рассказывал её, что он её видел, что она была так-то одета в таком-то автомобиле. Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит в автомобиле, а только на лошадях. Или же она обещала ему быть в одной из лож бенуара на премьере балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенуара и был уверен, что это Черубина. А Лиля на другой день говорила. – Я уверена, что вам понравилась такая-то. И начинала критиковать избранную красавицу. Всё это Маковский воспринимал, как выбивание шпаги из рук. Максимилиан Волошин. Воспоминания о Черубине де Гебряк Красный плащ Кто-то мне сказал, твой милый будет в огненном плаще, Камень, сжатый в чей проще, загремел с безумной силой, Чья кремнистая стрела, включав песок, зарыта, Чьё летучее копыто отчеканило скала, Чьё блестящее забрало промелькнуло там, средь чащ, В небе вьётся красный плащ. Я лица не увидала. Черубина де Гебряк По Петербургу с волнееносной быстротой распространяется легенда о Черубине. И неважно, что говорят чёрт знает что, все поэты были в неё влюблены. Самым удобным было то, что вести о Черубине шли только от влюблённого в неё Папа Мако. Правда, были подозрения в мистификации, но подозревали самого Маковского. Нам удалось сделать необыкновенную вещь – создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала, и которая в то же время не могла его разочаровать, так как эта женщина была призрак. Как только Маковский выздоровел, он послал Черубине на вымышленный адрес огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилией решили это пресечь, так как такие траты серьёзно угрожали гонорарам сотрудников Аполлона, на которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому были посланы стихи «Цветы» и «Письмо». Цветы Цветы живут в людских сердцах, читают тайно в их страницах о ненамеченных границах, о нерасцветших лепестках. Я знаю души, как лаванда, я знаю девушек-мимоз, я знаю, как из чайных роз в душе сплетается гирлянда. В ветвях лаврового куста я вижу прорезь чёрных крыльей, я знаю чаши чистых лилий и их греховные уста. Люблю в наивных медуницах немую скорбь умерших фей и лик бесстыдных орхидей, я ненавижу в светских лицах. Акации белые слова даны ушедшим и забыты, а у меня по старым плитам в душе растёт разрыв трава. Когда я в это утро пришёл к папа Мако, я застал его в несколько встревоженном состоянии. Даже безукоризненная правильность его пробора была нарушена. Он в волнении вытирал платком темя, как делают в трагических местах французские актёры, и говорил. – Я послал, не посоветовавшись с вами, цветы Чарубине Георгиевне, и теперь наказан. Посмотрите, какое она прислала мне письмо! Письмо гласило приблизительно следующее. – Дорогой Сергей Константинович, переписка уже приняла довольно интимный характер. – Когда я получила ваш букет, я могла поставить его только в прихожей, так как была чрезвычайно удивлена, что вы решаетесь задавать мне такие вопросы. Очевидно, вы совсем не умеете обращаться с нечётными числами и не знаете языка цветов. – Но, право же, я совсем не помню, сколько там было цветов и не понимаю, в чём моя вина! – восклицал Маковский. Письмо на это и было рассчитано. Максимилиан Волошин. Воспоминания о Чарубине де Габряк. Отроком строгим бродил я под терпким долинам Кимерии печальной, и дух мой незрячий томился тоскою древней земли. В сумерках, в складках глубоких заливов ждал я призыва и знака, и раз пред рассветом, встречая восход Ориона, я понял ужас ослепшей планеты, сыновность свою и сиротство. Бесконечная жалость и нежность переполняют меня. Я безысходно люблю человеческое тело. Я знаю пламя, тоскующее в разделённости тел. Я люблю держать в руках сухие горячие пальцы и читать судьбу человека по линиям вещьих ладоней. Но мне не дано радости замкнуться в любви к одному. Я покидаю всех и никого не забываю. Я никогда не нарушил того, что растёт, не сорвал ни разу нераспустившегося цветка. Я снимаю созревшие плоды, облегчая отягощённые ветви. И если я причинял боль, то потому только, что жалостлив был в те мгновения, когда надо быть жестоким, что не хотел заиграть до смерти тех, кто, прося о пощаде, всем сердцем молили о гибели. 1911 Заиграть до смерти Это как проблема обращения с чётными и нечётными числами, которая обнаруживается сразу, как только счёт переходит с товара и денег на цветы и летоисчислений. С каким недюжинным упорством поколение венчало второе тысячелетие нечётным 99-м годом и вознесло девять роз на могилу 20-го века. Даже малышу понятно, как при счёте каждая десятка, сотни или тысяча завершаются исключительно чётным числом, а потому и второе тысячелетие и с течением двухтысячного года. И не минуты ранее. Двухтысячный год – такой же символ двадцатого века, как 1900-й, 19-го. Закрыт два нуля, и цифры 20 и 19 высвечивают последние годы столетий. Один из немногих, символист Волошин знал, что 1900-й – последний год постылого 19-го века, и не встречал двадцатый век в 1900-м. Хотя, видимо, желающих загодя отпраздновать столетия было совсем немало. Век-то выдался лучшим из веков со всем, что полагается, когда рождение отмечают прежде, чем оно наступило. Двадцатый век, глухота каменных душ, слепота отвратительных истязаний, революционных мистификаций мировых войн, апологетика бессмысленности, когда, прося о пощаде, всем сердцем молили о гибели. Максимилиан Волошин повествует Перед Пасхой Чарубина решила поехать на две недели в Париж, заказать себе шляпку, как она сказала Маковскому, но из намёков было ясно, что она должна увидеться там со своими духовными руководителями, так как собирается идти в монастырь. Она как-то сказала, что, может быть, выйдет замуж за одного еврея. Из этих слов папа Маков заключил, что она будет Христовой невестой. Уезжая, Чарубина взяла слово с Маковского, что он на вокзал не поедет. Тот сдержал слово, но стал умолять своих друзей и пойти вместо него, чтобы увидеть Чарубину хотя бы чужими глазами. Просил Толстого, но тот с ужасом отказался, так как чувствовал какой-то подвох и боялся в него впутаться. Наконец, Маковский уговорил поехать Трубникова. Трубников на вокзале был. Чарубина ему увидеть не удалось, но она, очевидно, его видела, так как записала в путевой дневник, который обещала Маковскому вести, что она ожидала увидеть на вокзале переодетого папа Мако с накладной бородой, но вместо него увидала присланного друга, которого она узнала по изящному костюму. Следовало подробное описание Трубникова. Маковский был восхищён. Какая наблюдательность! Ведь тут весь Трубников, а она видела его всего раз на вокзале! Максимилиан Волошин. Воспоминания о Чарубине де Габряк. Блуждание Теперь я мёртв, я стал строками книги в твоих руках, и сняты с плеч твоих любви вериги, но жгуч мой прах. Меня отныне можно в час тревоги перелистать, но сохранят всегда твои дороги мою печать. Похоронил я сам себя в гробнице стихов моих. Но вслушайся, ты слышишь пень не птицы, он жив, мой стих. Не отходи, смущённой Магдалиной, мой гроб не пуст. Коснись единый раз, на миг единый, устами уст. 19 марта 1910. Октябрь Сердечным знаком ложится червовая карта. Поэты конца столетия менее всего доверяют учёным. Прокол у них в теории, порез. Владимир Высоцкий Кресты и пики, фатальные даты и цифры, игроки меняют на козырную масть. У профессиональных игроков любая масть ложится перед червой. Так век двадцатый, лучший из веков, как шлюха упадёт по двадцать первый. Владимир Высоцкий Сергей Константинович Маковский, скорее всего, переходил на третью тысячу, начиная с двухтысячной розы, и не понимал, в чём его ошибка, почему девятьсот девяносто девять нельзя принимать за целую тысячу. Не был он пифагорейцем, не учился мистики чисел у древних, да и в гимназии наверняка не блистал арифметикой, а потому сам стал жертвой безобидной, как думалось поначалу, мистификацией. В отсутствие черубины Маковский так страдал, что Иннокентий Фёдорович Анинский говорил ему – Сергей Константинович, да нельзя же так мучиться. Ну, поезжайте за ней и стратьте сто, ну, двести рублей, а оставьте редакцию на меня, отыщите её в Париже. Однако Сергей Константинович не поехал, что лишило историю черубины небезинтересной страницы. Для его излияния была оставлена родственница черубины – княгиня Дарья Владимировна Лида Брылова. Она разговаривала с Маковским по телефону и приготовляла его к мысли о пострижении черубины в монастырь. Черубина вернулась. В тот же вечер к ней пришёл её исповедник, отец Бенедикт. Всю ночь она молилась. На следующее утро её нашли без сознания, в бреду, лежащий в коридоре, на каменном полу, возле своей комнаты. Она заболела воспалением лёгких. Максимилиан Волошин Воспоминания о черубине Исповедь В быстро сдёрнутых перчатках сохранился оттиск рук. Чёрный креп в негибких складках очертил на плитах круг. Я смотрю игру мерцаний по чекану тёмных бронз и не слышу увещаний, что мне шепчет старый Ксёнус. Поправляя гребень в косах, я слежу мои мечты, Все грехи в его вопросах Так наивны и просты. Ад теряет обаянье, Жизнь становится тиха, Но так сладостно сознанье Первородного греха. Чарубина Дегабряк Теперь Дегабряк жил своей жизнью. Ни маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом, дарившая ему свои стихи и любовь, Ни маниакальный драматург, изрекший его имя, Более не были властны над ним. Тенью девушки бледной является он, Низким голосом женским говорит в телефонной трубке. Кризис болезни Чарубины намеренно совпал с заседаниями поэтической академии в обществе ревнителей русского стиха, так как там могла присутствовать Лиля и могла сама увидеть, какое впечатление произведёт Намаковского известия о смертельной опасности. Ему ежедневно по телефону звонил старый дворец Кичарубины и сообщал о её здоровье. Кризис ожидался как раз в тот день, когда должно было происходить одно из самых парадных заседаний. Среди торжественной тишины во время доклада Вячеслава Иванова Маковского позвали к телефону. Иннокентий Фёдорович Анинский пожал ему под столом руку и шепнул несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и радостным лицом. – Она будет жить! – Всё это происходило в двух шагах от Лилии. Максимилиан Волошин. Воспоминания о Чарубине-де-Девряк Замкнули дверь в мою обитель, Навек утерянным ключом. И чёрный ангел, мой хранитель, Стоит с пылающим мечом. Но блеск венца и пурпур трона Не увидать моей тоске И на девической руке Ненужный перстень Соломона. Не осветят мой тёмный мрак Великой гордости Рубины. Я приняла наш древний знак. Святое имя – Чарубины. Чарубина-де-Габряк Обед, принесённый морскому дьяволу, Востребовал всё существо Елизаветы Ивановны. Постепенно умершвляя всё личное, всё живое, Что не принадлежало Ему в маленькой поэтессе. Многоликое воплощение Вечной женственности, Истязаемой со времён Египетской царевны Солнца И Микенской Афродиты, Не однажды меняло одну обитель на другую. Алексей Николаевич Толстой, Молчаливый свидетель драмы, С восхищением и ужасом Следил за надвигающейся развязкой. В пряной, изысканной и приподнутой атмосфере Аполлона Возникла поэтесса Чарубина-де-Габряк. Её никто не видел, Лишь знал её нежный и певучий голос по телефону. Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзиной роз. Её превосходные и волнующие стихи были смесью лжи, печали и чувственности. Я случайно, по одной строчке, Проник в эту тайну, и я утверждаю, что Чарубина-де-Габряк действительно существовала. Её земному бытию было три месяца. Те, мужчина и женщина, между которыми она возникла, не сочиняли сами стихов, но записывали их под её диктовку. Постепенно начались признаки её реального присутствия. Наконец, они увидели её однажды. Думаю, что это могло кончиться сумасшествием, если бы не неожиданно повернувшиеся события. Алексей Николаевич Толстой Николай Гумилёв Облики Безумья и огня венец над ней горел, и пламень муки, и ясновидящие руки, и глаз невидящих свинец. Лицо готической Сивиллы и строго щёк, и тяжесть век, шагов её неровный бег – всё было полно вещей силы. Её несвязные слова, ночным мерцающие светом, звучали зовом и ответом. Таинственная синева её отметила средь живших, и к ней бежал с надежды я, от снов дремучих бытия, меня от всюду обступивших. Звезда отбрасывала тусклый и холодный свет. Тени от её пугливых тёмно-зелёных лучей были огромны, но страшны и нелепы. Что? Моя мать умерла или нет? Я совсем забыла, и недавно, говоря Смаковским по телефону, сказала «Моя покойная мать» и боялась ошибиться. Мифические спутники окружали звезду. Их число росло, и она уже боялась, как бы не задохнуться в мертвенной и зыбкой атмосфере призраков. В амфиладах зеркал, дробяс и множас, устало и бесконечно отражалось одно и то же лицо. Наконец случилось то, чего так боялась Лилия. Маковский получает письмо за именем Чарубины и написанное чужой рукой. Блуждание Я глазами в глаза вникал, но встречал не иные взгляды, а двоящиеся анфилады повторяющихся зеркал. Я стремился чертой и словом закрепить приходящий миг, но мгновенно пленённый лик угасает, чтоб вспыхнуть новым. Я боялся, узнав, забыть. Но в стремлении нет забвенья, чтобы вечно сгорать и быть, надо рвать без печали звенья. Я пленён в переливных снах, в завивающихся окруженьях, раздробившийся в отраженьях, потерявшийся в зеркалах. 7 февраля 1915. Париж Гибель Кто жаждал быть, но стать ничем не смог Мистификация, задуманная по случаю в Коктебеле, была разыграна в Петербурге. Неожиданно её развязкой стала дуэль поэтов Волошина и Гумилёва на Чёрной речке, почти на том самом месте, где Дантес убил Пушкина. Любовный треугольник Гумилёва, Дмитриевой и Волошина разрешился мифом о Чарубине, и к тому времени, когда миф расправился со своими сказителями, растаяла и тень Чарубины. Пока же Чарубина была жива, Лиле Дмитриевой не переставало казаться, что однажды они встретятся, и тень призовёт её к ответу. В слепые ночи наволунья, глухой тревогою полна, Заворожённая колдунья стою у тёмного окна. Стеклом удвоенные свечи, предо мною и за мной, и облик комнаты иной Грозит возможностями встречи. В темнозелёных зеркалах Обледенелых ветхих окон, Немой, а чей-то бледный локон, Чуть отражённый смутный страх Мне сердце злою нитью вяжет. Что, если дальняя гроза В стекле мне близкий лик покажет И отразит её глаза? Что, если я сейчас увижу Углы опущенного рта, И передо мною встанет та, Кого так сильно ненавижу? Но окон тёмная вода В своей безгласности застыла, И с той, что душу истомила, Не повстречаюсь никогда. Чарубина де Габряк Чёртом из табакерки Возникает ещё одно действующее Лицо Немецкий поэт и переводчик Иоганнес фон Гюнтер И вот я третий раз в Петербурге, Меблированные комнаты Рига, Где я прожил многие месяцы, Были в самом лучшем месте Невского проспекта, Наискосок от гостиного двора. Иоганнес фон Гюнтер под восточным ветром. Чёрт проникает в самые заповедные уголки. Он на коротке с Маковским, Гумилёвым, Кузьминым. Иннокентий Анинский читает рукопись его пьесы «Маг» и, по его желанию, она появилась уже в третьем номере Аполлона в переводе Петра Потёмкина. На сборнике своих стихов, подаренных ему, Иннокентий Фёдорович Анинский делает посвящение «Магу-мага». Проходит несколько дней, и Гюнтер становится сотрудником молодой редакции Аполлона. Место в отделе немецкой литературы ему уступает Виктор Гоффман – двадцатипятилетний поэт, свободный и пивучий стих которого оборвётся два года спустя. Гюнтер вхож в любой литературный салон. А там, где собирались трое, речь заходила только о ней. И, среди прочих, он, без сомнения, пылкий и страстный поклонник таинственной чарубины. Как-то раз после полудня я зашёл к Вячеславу Иванову на Таврическую, где предстояло присутствовать на собрании дамского кружка. Там были Анастасия Николаевна Чеботаревская, жена Фёдора Сологуба, Любовь Дмитриевна Блок, затем очаровательная художница, писавшая из стихи, Лидия Павловна Брюлова, внучка великого классического художника Брюлова, была и поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева, которая делала колкие замечания насчёт чарубины договоряк, говоря, что уж, наверное, она очень безобразна, иначе давно бы уже показалась её тающим от восторга почитателям. Казалось, да, мы с ней согласны и предложили мне, как Аполлоновцу, сказать своё мнение, но я трусливо уклонился. Дмитриева прочла несколько стихотворений, которые мне показались очень талантливыми. Я сказал ей об этом, а когда Любовь Дмитриевна к тому же сказала, что я хорошо перевёл стихи её мужа, и уже много перевёл русских поэтов, она вдруг стала внимательной ко мне и прочла ещё несколько хороших стихотворений. У них было что-то особенное, и я спросил, почему она не пошлёт их в Аполлон. Она ответила, что её хороший знакомый, господин Волошин, обещал об этом позаботиться. Вскоре я поднялся, чтобы уйти, одновременно встала и Дмитриева. По петербургскому обычаю мне пришлось предложить себя в провожатые. Иоганнес фон Гюнтер Под восточным ветром Курона Астралис Изгнанники, скитальцы и поэты. Кто жаждал быть, но стать ничем не смог, У птиц гнездо, у зверя тёмный лог, А посох нам и нищенство заветы. Долг не свершён, не сдержаны обеты, не пройден путь, И жребий нас обрёк мечтам всех троп, сомненьям всех дорог. Расплескан мёд, и песни недопеты. О, в срывах воль найти, познать себя, И горький стыд, смиренно возлюбя, Припасть к земле, искать в пустыне воду, К чужим шатрам идти просить свой хлеб, Подобным стать бродячему рабсоду, Тому, кто зряч, не светом дня, а слеп. Как несомнительны гороскопы, составляемые о поэтах, Достоверно то, что стихотворения Чарубин и Дегабриак Таят в себе качества драгоценные и редкие – Темперамент, характер и страсть. Нас увлекает страсть Лермонтова, Мы ценим темперамент в Бальмонте И характер в Брюссове, Но в поэте-женщине черты эти нам непривычны, И от них слегка кружится голова. За последние годы молодые поэты Настолько подавили нас своими безукоризненными стихотворениями, застёгнутыми на все пуговицы своих Сверкающих рифм, что эта свободная речь С её недосказанностями, а иногда ошибками, Кажется нам новой и особенно обаятельной. Максимилиан Волошин Гороскоп Чарубины де Габряк Она была среднего роста, скорее маленькая, Довольно полная, но грациозная, и хорошо сложена. Рот был слишком велик, зубы выступали вперёд, Но губы полные и красивые. Нет, она не была хороша собой, скорее, она была необыкновенной, И флюиды, исходившие от неё, сегодня, вероятно, назвали бы сексом. Когда перед её домом я помогал ей сойти с извозчика И хотел попрощаться, она вдруг сказала, что хотела бы немного пройтись. Ничего не оставалось, как согласиться, и мы пошли, Куда глаза глядят. Получилась довольно долгая прогулка. Она рассказала о себе, собственно, не знаю почему. Говорила, что была у Максимилиана Волошина в Коктебели, в Крыму, долго жила в его уютном доме. Я немного пошутил над антропософической любовью Волошина к Рудольфу Штейнеру, который интересовался более пожилыми дамами с средствами. Это её не задело. Она рассказала, что летом у Макса познакомилась с Гумилёвым. Я насторожился. У неё, значит, было что-то из Гумилёвым. Любвеобильная особа. У меня мелькнула мысль. – А, и теперь вы преследуете своим сарказмом черубину да габряк, потому что ваши друзья Макс и Гумилёв влюбились в эту испанку? Она остановилась. Я с удивлением заметил, что она тяжело дышит. – Сказать вам? – Я молчал. Она схватила меня за руку. – Обещаете, что никому не скажете? – спросила она, запинаясь. Помолчав, она, дрожа от возбуждения, снова сказала. – Я скажу вам, но вы должны об этом молчать. – Обещаете. И опять замолчала. Потом подняла голову. Я должна вам рассказать. Вы единственные, кому я это говорю. Она отступила на шаг, решительно подняла голову и почти выдавила. – Я – черубина де габряк. Отпустила мою руку, посмотрела внимательно и повторила. Теперь тихо и почти нежно. Я – черубина де габряк. Иоганнес фон Гюнтер под восточным ветром. Я венки тебе часто плету, Из пахучей и ласковой мяты, Из травинок, что ветром примяты, И из каперса в белом цвету. Но сама я закрыла дороги, На которых бы встретилась ты, И в руках моих полных тревоги Умирают и пахнут цветы. Кто-то отнял любимые лики И безумьем сдавил мне виски. Но никто не отнимет тоски О могиле моей Вероники. Чарубина де габряк. Для русского стиха непривычен Этот красивый и подлинный Жест рыцарства. Ты, обогревший кровью меч, Склонил смиренно перья шлема Перед сиянием тонких свеч В дверях пещеры Вифлеема. Этот акцент иступлённого католицизма В гимне Святому Игнатию Лайоле. Этот цветок небесных серафимов Флорес де Серафинус Святой Терезы. Этот образ паладина, О котором мечтает Святая Дева. И Богоматери мечта Переносит нас в Испанию XVII века, где аскетизм и чувственные слиты В одном мистическом нимбе. Максимилиан Волошин Гороскоп черубины де габряк. Безразличная любезная улыбка на моём лице застыла. Что она сказала? Что она черубина де габряк, В которую влюблены все русские поэты? Она лжёт, чтобы придать себе значительности. Вы не верите? А если докажу? Я холодно улыбнулся. Вы же знаете, что черубина каждый день звонит в редакцию и говорит Сергеем Константиновичем. Завтра я позвоню и спрошу о вас. Защищаясь, я поднял руку. Но ведь тогда я должен буду рассказать, что вы мне сейчас сказали. Она вдруг совсем успокоилась и, подумав, ответила. – Нет, я спрошу о его иностранных сотрудниках, и если он назовёт ваше имя, тогда я пишу вас и спрошу, не тот ли это человек, с которым я познакомилась три года тому назад в Германии, в поезде, не сказав ему своего имени. Я задумался. Да чего же находчиво! Но солгать стоило. Лучше скажите, что два года назад тогда я был в Мюнхене. Хорошо, два года. Между Мюнхеном и… Между Мюнхеном и Штарнбергом. И если я скажу это Маковскому, вы поверите, что я черубина да габриак? Она играла смелую игру. Но ведь могло быть, что это вовсе не игра. Мне придётся вам поверить. И где мы потом встретимся? Я буду звонить, как всегда, после пяти. Хорошо, приходите ко мне к семи. На другой день в пять часов в редакции зазвонил телефон. Маковский взволнованно взял трубку. Напряжённо прислушиваясь, мы делали вид, что занимаемся своими делами. Потом мне послышалось, что Маковский перечисляет иностранных сотрудников. Значит, правда. Черубина да габряк Дмитриева. Минут через десять Маковский позвал меня. Вы никогда мне не говорили, что знакомы с Черубиной да габряк. Молодым мне трудно лгать. Никогда её не видел. В поезде между Мюнхеном и Штарнбергом… Ах, Господи, до половины Мюнхена ездит купаться в Штарнберг! Со многими приходилось разговаривать. – Черубина да габряк? – Нет, наверное, нет. Когда перед семью я пришёл домой, мне открыла горничная и сказала с лукавой улыбкой. – Барышня уже пришла. – Ах ты, Господи! Ещё и это! Какие подозрения могут возникнуть? Я и представить себе не мог, каковы они будут, потому что Елизавета Ивановна некоторое время посещала меня почти ежедневно. Она не могла наговориться о себе и о своих прелестных стихах, не могла насытиться их чтением. Иоганнес фон Гюнтер Под восточным ветром С моею царственной мечтой Одна брожу по всей вселенной, С моим презрением к жизни тленной, С моею горькой красотой. Царицей призрачного трона Меня поставила судьба, Венчает гордый выгиб лба Червонных кос моих корона. Но спят в угаснувших веках Все те, кто были бы любимы, Как я печалью томимы, Как я одни в своих мечтах. И я умру в степях чужбины, Не разомкну заклятый круг. К чему так нежны кисти рук Так тонко имя Чарубины? Чарубина де Гавряк Её речи звучат так надменно И так малосовременно, Точно её устами говорит Чья-то древняя душа. Гороскоп Чарубины де Гавряк Я должен признать, Её жизнь была нелёгкой. Все её дружеские, нет, любовные связи, Всегда соединённые для неё С некоторым самоотречением, Заканчивались несчастливо, Разочарованием, может быть, потому, Что в своей поэтической восторженности Она становилась слишком ненасытной. Больше всего она жаловалась на Гумилёва, Который, как тебе ли, Клятвенно обещал жениться на ней. Вы бы вышли за него замуж? Сейчас же. Значит, она всё ещё его любила. Я чувствовал себя её союзником и хотел ей помочь, Так как был твёрдо убеждён, Что она заслуживает всякой помощи. По её стихам можно было догадаться, Как она нуждалась в поддержке И насколько была ранима. То есть ранимой была Чарубина де Гавряк, А Елизавета Дмитриева? Увидевительнейшим образом существовало отчётливое различие Между Чарубиной и Дмитриевой. Стихи одной были мало похожи на стихи другой. Это было как расщепление личности. Было ли это вообще возможным? Хотя это казалось невероятным, Но факты как будто подтверждали совмещение двух Совершенно различных поэтесс в личности Дмитриевой. При несомненно гениальных задатках Она должна была много достичь в будущем. Так нельзя ли было одним ударом помочь обоим Дмитриеву и Гумилёву, примирив их? Иоганес фон Гюнтер Жизнь в восточном ветре. Сонет Наша страсть была одним трагическим сонетом. Моя любовь – трагический сонет, В ней властный строй сонетных повторений, Разлук и встреч и новых возвращений, Прибой судьбы из мрака прошлых лет. Двух девушек незавершённый бред, Порыв двух душ, мученья двух сомнений, Двойной соблазн небесных искушений, Но каждая сказала гордо – нет. Вслед чётных строк нечётные торцеты Пришли ко мне возвратной чередой, Сонетный свод сомкнулся надо мной. Повторены вопросы и ответы. Приемлешь жизнь? Пойдёшь за мной во след? Из рук моих причастий примешь? Нет. Чарубина де Габряк Как всегда, ты теперь от меня отреклась, Завтра, знаю, вернёшься покорный. Николай Гумилёв Гюнтер находит возможным предложить Гумилёву. Ты должен жениться. На ком? На Дмитриевой. Как мне пришло это в голову? Вы станете превосходной парой, Как Роберт Броунинг и его Элизабет. Бессмертный союз двух поэтов. Ты должен жениться на поэтессе. Только настоящая поэтесса может тебя понять И вместе с тобой стать великой. Он пожал плечами. Почему именно она? Но мне показалось, что он слушал внимательно. Кроме того, она великолепная женщина, А ты и без того обещал жениться на ней. Он взвился. Кто тебе сказал? Я успокоил его. Мы долго беседовали о её стихах, Которые мне чрезвычайно нравились, И так невольно перешли и на интимные темы. Значит ли это, что и ты имел связь с этой дамой? Я только смеялся. Его ревность доказывала, что она была ему небезразлична. Нет, об этом не стоит и размышлять. Дмитриева до сих пор любит его. Только его. Он должен с ней объясниться. Тогда ему станет ясно, что она лучшая для него жена. А Волошин? В Коктебеле он был с ней близок и боролся с ним, с Гумилёвым, За обладание ею. Я успокоил его. С Волошиным. С этим антропософом у неё, конечно, были чисто духовные отношения. Право. Ему надо с ней объясниться. Не в денежном отношении это было бы удачно. Она – учительница, он – писатель. Вместе они могли бы снять в Петербурге хорошую квартиру. Он был бы окружён заботой, в которой нуждается. Он как будто согласился с моим предложением. Втайне я торжествовал, так как объяснение должно было произойти у её подруги – обольстительной Лидии Бриловой. И после их несомненного примирения мы образовали бы две пары. Я приложил старание ускорить встречу. По телефону сговорились о свидании для решительного объяснения. Оно должно было состояться на следующий день. Иоганнес фон Гюнтер «Жизнь в восточном ветре» Его египетские губы замкнули древние мечты, И повелительны, и грубы лица жестокого черты, И цвета синих виноградин, огонь его тяжёлых глаз. Он в темноте глубоких впадин Истлел, померк, но не погас. В нём правый гнев грохочет глухо, И сжечь сердца ему дано, На нём клеймо святого духа, Танзуры – белое пятно. Мне сладко, силой силу меря, Заставить жить его уста, И в древнем тёмном лике зверя Провидеть гневный лик Христа. Чарубина де Габряк В поэзии Чарубины де Габряк Часто слышится борьба с этой древней душой, Не умершей в ней. Она то сравнивает себя С огненным цветком папоротника, Цветущим только раз, умоляет сорвать её, Уступить её любовной порче, То вспоминает о белом Иордане, О белизне небесного цветка. Она не знает ещё, какой путь выберет, Путь розы и креста Или испепеляющий путь земного огня, Путь безумья всех надежд, Неотвратимый путь гордыни, В нём пламя огненных одежд, Принятых, как искупление рыцарей храма, И скорбь отвергнутой пустыни. Не знает, что впишет в золочённое поле своего щита, До туры тьмы или розы храма, Тубала медную печать или акацию хирама, Страстной путь сынов Каиновых. Мне кажется, что помню, Как я соблазнила ангела, Или священственный путь строителя Соломонова храма, На могиле которого, как символ посвящения, Выросла акация. Максимилиан Волошин. Гороскоп Чарубины де Габряк. Осенью 1926 года ощущение прошлого до отчаяния Всё ещё живо в Елизавете Ивановне Дмитриевой. Я вернулась совсем закрытая для Николая Степановича. Мучила его, смеялась над ним. А он терпел и всё просил меня выйти за него замуж. А я собиралась выходить замуж за Максимилиана Александровича. Почему я так мучила Николая Степановича? Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была. Это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, Другая – другого. О, зачем они пришли и ушли в одно время? Наконец, Николай Степанович не выдержал. Любовь ко мне уже стала переходить в ненависть. В Аполлоне он остановил меня и сказал, – Я прошу вас в последний раз, выходите за меня замуж. Я сказала – Нет. Он побледнел. – Ну, тогда вы узнаете меня. Это была суббота. В понедельник ко мне пришёл Гюнтер и сказал, что Николай Степанович на башне говорил, Бог знает, что обо мне. Я позвала Николая Степановича к Лидии Павловне Грюловой. Там же был и Гюнтер. Я спросила Николая Степановича, говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня. Елизавета Дмитриева. Исповедь. Мистификация, начатая с шутки, зашла слишком далеко. Невольные соучастники из немых свидетелей превратились в действующих лиц. А тот, кто был близкий всем всему чужой, Прищурясь, не мог разглядеть, как уже не тень чарубины, А сам Мефистофель, отряхиваясь, Расхаживал посреди. Мефистофель. А думаться б, а я всё прочее умнее не стал от этих штук. Поездишь, смотришь, нет различий, что дальнесеверно, что юб. А обман повсюду одинакий. Засилье призраков кривляк. Везде писатели ломаки, во всех краях народ дурак. И тут, как у других хлопочут, и в масках чувственно щекочут. Но по спине прошёл мороз, Чуть руку к грациям поднёс. Ведь я не враг самообмана, Не обрывался б он так рано. Иоганн Вольфген Гёте. Фауст. Мистификация, начатая с шутки, зашла слишком далеко. Пришлось раскрыть. В редакции Аполлона настроение было, как перед грозой. И неожиданно для всех гроза разразилась над головой Гумилёва. Здесь, конечно, не место рассказывать о том, чего сам Гумилёв никогда не желал делать достоянием общества. Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, в произнесении некоторых неосторожных слов, было ложно. Слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения. Когда же была устроена очная ставка, и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь. Алексей Николаевич Толстой Николай Гумилёв Только усталый достоин молиться богам, только влюблённый ступать по весеннему гамму. Николай Гумилёв Вглядеться пристальнее. То была не Лиля, а Черубина. То был не Макс, а сам бес из демонологии Бодена. И каждое действующее лицо следовало предписанной роли. Через несколько лет драма повторится, но уже в другом, всероссийском масштабе. Будут и черти, и демоны, и пистолеты, и выстрелы. Живое уступит мертворожденному. Появятся мертвоеды и новые трехины, и мысль поблекнет и побледнеет в цезуре цензуры. Мефистофель Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части целым. Я – часть и часть, которая была, когда-то всем и свет произвела. Свет этот – порожденье тьмы ночной, и отнял место у неё самой. Он с ней не сладит, как бы не хотел. Его удел – поверхность твёрдых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой. Лишь с помощью их может быть с собой. И есть надежда, что, когда тела разрушатся, сгорит и он дотла. Иоганн Волькгенгёте Из мистификатора-творца Максимилиан Александрович Волошин разом превращается в одного из кукольных персонажей, обманутых действиями. Одному немецкому поэту Гансу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном возбуждённом состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от неё каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилёв говорит о том, как у них с Лили в Коктебеле был большой роман. Всё это в очень грубых выражениях. Гюнтер даже устроил Лиле очную ставку с Гумилёвым, которому она принуждена была сказать, что он лжёт. Гюнтер же был с Гумилёвым на «ты» и, очевидно, на его стороне. Я почувствовал себя ответственным за всё это и… Через два дня стрелялся с Гумилёвым. Максимилиан Волошин. Воспоминания о Чарубине де Гавряк Как живой о живом, поэт только так может говорить о поэте. В воспоминаниях под этим заглавием Марина Цветаева объясняла. Чарубина в жизни Макса была не случаем, а событием, то есть он сам в ней долго навсегда остановился. Макс в жизни женщин и поэтов был провинансиель, неспосланным провидением травицы. Когда же это, как в случае Чарубины, Аделаида Герцика моём, сливалось, когда женщина оказывалась поэтом, или, что вернее, поэт женщины, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца. Это был прежде всего человек со-бытийный, как вся его душа, прежде всего, со-существование, которое иные, неглубоко глядящие, называли мозаикой, а любители учёных терминов – эклектизмом. Марина Цветаева «Живое оживу». Мы встретились с ним в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления Фауста. Головин в это время писал портрет поэтов сотрудников Аполлона. В этот вечер я ему позировал. В мастерской было много народу, в том числе Гумилёв. Я решил дать ему пощёчину по всем правилам дуэльного искусства, так, как Гумилёв, большой специалист, сам учил меня. Сильно, кратко и неожиданно. В огромной мастерской на полу были разосланы декорации Корфея. Все были уже в сборе. Гумилёв стоял с блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел заклинание цветов. Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошёл к Гумилёву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощёчину. В первый момент я сам ужасно опешил, а, когда опомнился, услышал голос Иннокентия Фёдоровича Анинского, который говорил «Достоевский прав». Звук пощёчины действительно мокрый. Гумилёв отшатнулся от меня и сказал «Ты мне за это ответишь». Мы с ним не были на «ты». Мне хотелось сказать «Николай Степанович, это не брудершафт». Но я тут же сообразил, что это не ввязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос «Вы поняли?» «То есть поняли ли за что?» Он ответил «Понял». Максимилиан Волошин Воспоминания о Чаробине де Габряк Облики Любовь своя жаждет так много, рыдая, прося, упрекая. Люби его молча и строго, люби его медленно тая. Цвети ему пламенем белым, бездымно, безгрустно, безвольно, люби его радостно телом, а сердцем люби его больно. Пусть призрак, Пусть призрак, творимый любовью, лица не заслонит иного, люби его с плотью и кровью, простого, живого, земного, храни его знак суеверно, не бойся врага в иноверце, люби его метко и верно, люби его в самое сердце. 8 июля 1914 – октябрь Внук последнего правителя Абхазии, художник Александр Константинович Шервашидзе, дал согласие быть секундантом Волошина на дуэль. Его предложение заменить пули бутафорскими было с возмущением отвергнуто секундантами Гумилёва и введением взнос Кобаровским и Михаилом Кузьминым. Пришлось ехать к барону Мейндорфу за пистолетами. Алексей Толстой, напарник секундант, сообщал. Весь следующий день между секундантами шли отчаянные переговоры. Гумилёв предъявил требование стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. Для него, конечно, из-за всей этой путаницы, мистификации и лжи не было иного выхода, кроме смерти. С большим трудом под утро секундантам Волошина, князю Шервашидзе и мне удалось уговорить секундантов Гумилёва, взнос Кобаровского и Михаила Кузьмина, стреляться на пятнадцати шагах. Но надо было уломать Гумилёва. На это был потрачен ещё день. Наконец, на рассвете третьего дня наш автомобиль выехал за город по направлению к новой деревне. Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами и все общими усилиями выставили машину из сугроба. Гумилёв, спокойный и серьёзный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне. Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесённые снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались. Меня выбрали распорядителем дуэль. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилёв, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось. Я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гумилёву я понёс пистолет первым. Он стоял на кочке, длинным чёрным силуэтом, различимый в угле рассвета. На нём был цилиндр-сюртук, шуму он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму усталой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, ледяной ненавистью глядит на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки. Передав второй пистолет Волошину, я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилёв перебил меня, сказав глухо и недовольным. И я приехал драться, а не мириться. Тогда я просил приготовиться и начал громко считать. Раз, два… Кузьмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужаса. – Три! – крикнул я. У Гумилёва блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилёв крикнул с бешенством. – Я требую, чтобы этот господин стрелял! – Волошин проговорил в волнении. – У меня была осечка. – Пускай он стреляет во второй раз! – крикнул опять Гумилёв. – Я требую этого! Волошин поднял пистолет, и я слышал, как щёлкнул курок. Но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гошеткой мне ободрало палец. Гумилёв продолжал неподвижно стоять. – Я требую третьего выстрела! – упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилёв поднял шубу, перекинул её через руку и пошёл к автомобилям. Алексей Толстой, Николай Гумилёв Мефистофель Мир бытия – досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводненьем. И хоть бы что! Я цели не достиг. И море в целости, и материк. А люди – звери, и порода – птичья. Мори их не мори, им трын – трава. Полодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличье. Иной ей-ей рехнулся бы с тоски. В земле, в воде, на воздухе свободном, заробиши роятся и ростки, сухом и влажном, тёплом и холодном. Не завладей я областью огня, местечко не нашлось бы для меня. Иоганн Вольфганг Гёте Фауст Поэт конституирует мысль Ноябрьским утром 1909 года погибель была отсрочена. Пули не тронули никого. Ангел мщения, о котором пророчествовал Максимилиан Александрович Волошин перед Горьковской пишущей братья и в 1905, не навещал ни в 1910, ни в 1911 годах. Быть может, тем самым были спасены миллионы жизней в годы войны и террора. Сохранена мысль, ведь нация жива, пока не обманывает сама себя, а поэт не убивает поэта. Но уже отливались пули, что найдут их. Сонмы чертенят плодились по всей России в ожидании часа умопомрачительной мистификации. Что дальний север наш, что юг, обман повсюду одинакий, – посмеивается Мефистофель. – Ведь я не враг самообмана, не обрывался б он так рано. И в момент грандиозной пощечины мы ещё не успели прийти в себя от дьявольского заклинания цветов. Что было после? В этом с самого детства мы пребываем и по сей день. Вот и всё. Но только теперь, оглядываясь на прошлое, я вижу, что Николай Степанович отомстил мне больше, чем я обидела его. После дуэли я была больна, почти на краю безумия. Я перестала писать стихи. Лет пять я даже почти не читала стихов. Каждая ритмическая строчка причиняла мне боль. Я так и не стала по этому. Передо мной всегда стояло лицо Николая Степановича и мешало мне. Я не смогла остаться с Максимилианом Александровичем. В начале 1910 года мы расстались, и я не видела его до 1917 или 16. Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку. А мне? До самой смерти Николая Степановича я не могла читать его стихов, а если брала книгу, плакала весь день. После смерти стала читать, но и до сих пор больно. Елизавета Дмитриева Исповедь Китайский веер На веере китайская сосна, Прозрачное, сердце, как лёд. Здесь только чужая страна, Здесь даже сосна не растёт. И птиц я слежу перелёт, То тянутся гуси на север, Дрожит мой опущенный веер. 1927 Елизавета Дмитриева Чарубина погибла. Звезда угасла так же стремительно, как взошла. Лишь раз один, как папоротник, Я цвету огнём весенней пьяной ночью. Ивовая корзина опрокинулась с портика Аполлона, И венерины слёзки рассыпались трубочками по каменным ступеням. Слабые руки с веточкой вереска Более не пытались собрать их. Птицы потянулись на север. «Дует ветер, поклоняйся шуму!» – учил Пифагор. И кто из учеников мог признать в нём героя Эфорба, пророка Герматима, сына Гермеса Эфалида или простого дэлосского рыбака Пирра? Прошлое существование ведала умудрённая памятью душа Пифагора. Чарубина ушла. Осталась Лиля – скромная, неэлегантная и хромая, маленькая девушка с внимательными глазами и выпуклым лбом. Но кто в её выжженном сердце смог бы теперь найти себе подругу из породы лебедей? Я была виновата перед ним, но он забыл, отбросил и стал поэтом. Он не был виноват передо мной, очень даже оскорбив меня. Он ещё любил, но моя жизнь была смята им. Он увёл от меня и стихи, и любовь. И вот с тех пор я жила неживой, шла дальше, падала, причиняла боль, и каждое моё прикосновение было ядом. Эти две встречи всегда стояли передо мной и заслоняли всё, а я не смогла остаться ни с кем. Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми – стихи и любовь. И это была платой за боль, причинённую Николаю Степановичу. У меня навсегда были отняты и любовь, и стихи. А остались лишь призраки их. Елизавета Дмитриева. Исповедь. Таях Тихо, грустно и безгневно ты взглянула. Надоль слов. Час настал. Прощай, царевна. Я устал от лунных снов. Ты живёшь в подводной синей предрассветной глубины. Вкруг тебя, в твоей пустыне, расцветают вечно сны. Много дней с тобою рядом Я глядел в твоё стекло. Много грёз под нашим взглядом Расцвело и отцвело. Всё, во что мы в жизни верим, Притворялось в твой кристалл. Душин стал мне узкий терем, Сны увяли. Я устал. Я устал от лунной сказки, Я устал не видеть дня. Мне нужны земные ласки, Пламя алого огня. Я иду к разгулам будней, К шумам буйных площадей, К ярким полымям полудней, К пестроте живых людей. Не царевич я, похожий на него Я был иной, Ты ведь знала, я прохожий, Близкий всем, всему чужой. Тот, кто раз сошёл с вершины С ледяных престолов гор, Тот из облачной долины Не вернётся на простор. Мы друг друга не забудем, И, целуя дольний прах, Отнесу я сказку людям О царевне Таях. Весна 1905. ПАРИЖ ТЮМЕН ЖРЕБИЙ РУССКОГО ПОЭТА Поэты подобны огромным деревьям Многоярусного экваториального леса, Гигантам былых эпох, древней и средней жизни. В таких лесах произрастали стометровые секвои, И мы следом за Чарльзом Дарвином Наивно полагаем, что именно их теплом Сегодня наполнены наши дома. Бесплодные равнины наполняются шумом и трепетом жизни, Когда семя, произросшее на скупой почве, Становится славным лесом, Изменяющим климат и ландшафт, пейзаж и звучание. Приведу только один пример, Хотя я простой, но очень меня заинтересовавший. Предлагает выдающийся ученый пример Сложных отношений всех животных и растений Друг к другу в борьбе за существование. Но странное дело – это скорее пример Жизненного порыва, гармонии и красоты жизни, О неизлюбленной двадцатым столетием борьбы за существование И естественного отбора. В Стаффордшире, в имении одного моего родственника, Где я располагал всеми удобствами для исследования, Находилась обширная и крайне бесплодная Вересковая равнина, Которая никогда не касалась рука человека. На несколько сотен акров той же равнины 25 лет назад Были огорожены и засажены шотландской сосной. Перемена в природной растительности Засаженной части равнины была замечательна И превышала ту, которая обычно наблюдается При переходе с одной почвы на совсем иную. Не только относительное число растений Вересковой формации совершенно изменилось, Но в посадке процветало двенадцать новых видов, Не считая злаков и осок, Не встречающихся на Вересковой равнине. Но последствия для насекомых было еще большим, Так как в сосновой посадке Стали обычными шесть видов насекомоядных птиц, Не встревчавшихся на Вересковой равнине, Где водилось два или три вида этих птиц. Мы видим, как велики были последствия От интродукции одного только дерева, Ведь все ограничилось только огораживанием Для защиты от потравы скотом. Чарльз Дарвин. Происхождение видов. Так же и мысль. Обороните мысль от потравы скотом, Дайте прорасти ее семенам, И тогда она сказочно обратится И родит новые формы и виды, И прежде неслышанные прекрасные голоса Наполнят пением некогда бедное И унылое пространство. Вагоне Снова дорога. И с силой магической Все это вновь охватило меня, Грохот носильщики, свет электрический, Крики, прощанье, свистки, суетня. Снова вагоны едва освещенные, Тусклые пятна теней, Лица склоненные спящих людей, Мерный, вечный, бесконечный, Однотонный шум колес, Шепот сонный, мир бездонный Мысль унес. Жизнь, работа, где-то кто-то, Вечно что-то все стучит, Ти-та-то-та, вечно что-то Мысли сонной говорит. Так вот в ушах и долбит, и стучит это, Ти-та-та-та-та-та-та-та-та-та, Ти-та-та, мысли с рыданьями Ветра сплетаются, поезд гремит, Перегнать их старается. Чудится, еду в Россию я, Тысячи верст впереди, Ночь неприютная, а темная, Станция в поле, огни ее, Глазки усталые, томные, Шепчут – иди! Страх это, горе, раздумье, Иль что ж это? Новая близица, старая прожита, Прожита, отжита, вынуто, выпита, Ти-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Чудится степь бесконечная, Поезд по степи идет, Вихри рыданий и стонов, Слышится песенка вечная, Скользкие стены вагонов, Дождик сечет. Песенкой этой все в жизни кончается, Ей уже новое вновь начинается, И бесконечно звучит и стучит это Ти-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Странникам вечным в пути бесконечном, Странствуя целые годы, Вечно стремлюсь я, верую в счастье, И лишь в ненастье, В шуме ночной непогоды, Веет далекую Русью. Мысли с рыданиями ветра сплетаются, С шумом колёс однотонным сливаются, И безнадёжно звучит и стучит это Ти-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Май 1901. В поезде между Парижем и Тулузой. Человек не создан природой и эволюцией. Человек создаётся, непрерывно, Снова и снова создаётся, Создаётся в истории, С участием его самого, Его индивидуальных усилий. Мираб Мамардашвили. Создавая себя, человек создаёт свою историю, Творит собственный мир. Миротворчество Максимилиана Волошина Входила в его мифа творчества, Мифа о великом, мудром и добром человеке. Марина Цветаева. Неужели вы верите в эту мистификацию? Это просто Волошин писал под женским И, нужно сказать, очень неудачным псевдонимом. Да ведь, собственно, это не она писала, А Волошин, то есть он всё выправлял. Нет, нет, никакой такой поэтессы Чарубины не было, Был Максимилиан Волошин под псевдонимом. Миф не миф, был не был, Но зепсоподобие кимерийского отшельника С годами всё менее казалось случайным. Над усобицей гражданской войны Майский лес русских гениев, Цад расходящихся тропок вкруг его дома. Было, 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 а как это бывшее И несравненно больше есть, чем сущее. Марина Цветаева. Было и есть. Благодарный когтебель, На чьей сухой почве произрастали новые семена, Островок мирной мысли В революционные и послереволюционные годы, И садовник, терпеливо возделывающий свой сад. Усобица. Готовность. Посвящается Дурылину. Я не сам ли выбрал час рождения, Век и царство, область и народ, Чтоб пройти сквозь муки и крещенье Совести, огня и вод? Апокалиптическому зверю Вверженный в зияющую пасть, Павший глубже, чем, возможно, пасть В скрежете и в смраде. Верю. Верю в правоту верховных сил, Расковавших древние стихии, И из недр обугленной России говорю, Ты прав, что так судил. Надо до алмазного закала Прокалить всю толщу бытия, Если ж дров в плавильной печи мало. Господи, вот плоть моя. 24 октября 1921. Феодосия. Описание плоти для плавильной печи Приводит Иван Алексеевич Бунин. Он был невысок ростом, Очень плотен, с широкими и прямыми плечами, С маленькими руками и ногами, С короткой шеей, с большой головой, Темнорус, кудряв и бородат. Из всего этого он, невзирая на пенсне, Ловко сделал нечто довольно живописное На манер русского мужика и античного грека, Что-то бычье и, вместе с тем, Круторога-баранье. Пожив в Париже среди мансардных Поэтов и художников, Он носил широкополую чёрную шляпу, Бархатную куртку и накидку. Усвоил себе в обращении с людьми Старинную французскую оживлённость, Общительность, любезность, Какую-то смешную грациозность, Вообще что-то очень изысканное, Жеманное и очаровательное, Хотя задатки всего этого Действительно были присущи его натуре. Бунин. Воспоминания Несколько иную трактовку Зевсоподобного даёт Марина Ивановна Цветаева. Если каждого человека можно дать пластический, Макс, шар, Совершенное видение шара, Шар универсума, Шар вечности, Шар полдня, Шар планеты, Шар меча, Которым он отпрыгивал от земли Походка, И от собеседника, Чтобы снова даться ему в руки, Шар шара живота, И молния в минуты гнева, Вылетавшая из его белых глаз, Была, Сама видела, Шаровая. Разбейся, о шар, Поссорься с Максом. Да, земной шар, На котором, как известно, горы И высокие, Бездны И глубокие, И который всё-таки шар, И крутился он бесспорно вокруг Какого-то солнца, От которого и брал свой свет, И давал свой свет. Спутничество. Этим продолжительным протяжным словом Дан весь Макс с людьми И весь без людей. Спутник каждого встречного И, отрываясь от самого близкого, Спутник неизвестного нам светила. Отдалённость и неуклонность спутника. То, что-то, Вечно стоявшее между его ближайшим другом И им, И ощущаемое нами почти как физическая преграда, Было только пространство между светилом и спутником, То уменьшавшееся, То увеличивавшееся, Но неуклонно уменьшавшееся И увеличивавшееся, Ни на пять ближе, Ни на пять дальше, А в общем всё тоже. То равенство притяжения и отдаления, Которое, обрекая друг на друга два небесных тела, Их неизменно и прекрасно разнит. Марина Цветаева Живое о живом Гражданская война Одни восстали из подполей, Из ссылок, фабрик, рудников, Отравленные тёмной волей И горьким дымом городов. Другие – из рядов военных, Дворянских, разорённых гнёзд, Где проводили на погост Отцов и братьев убиенных. В одних доселе не потух Хмель незапамятных пожаров, И жив степной разгульный дух Иразиных и кудеяров, В других, лишённых всех корней, Тлетворный дух столицы Невской, Толстой и Чехов, Достоевский, Надрыв и смута наших дней. Одни возносят на плакатах Свой бред о буржуазном зле, О светлых пролетариатах, Мещанском рае на земле. В других весь цвет, Вся гниль империй, Всё золото, весь тлен идей, Блеск всех великих фетишей И всех научных суеверий. Одни идут освобождать Москву И вновь всковать Россию, Другие, разнуздав стихию, Хотят весь мир пересоздать. В тех и других война вдохнула Гнев, жадность, мрачный хмель разгула, А вслед героям и вождям Храдётся хищник стаей жадной, Чтоб мощь России неоглядной Размыкать и продать врагам. Сгноить её пшеницы груды, Её бесчестить небеса, Пожрать богатство, сжечь леса И высосать моря и руды. И не смолкает грохот битв По всем просторам южной степи, Средь золотых великолепий Конями вытоптанных жнитв. И там, и здесь, между рядами, Звучит один и тот же глаз, Кто не за нас, тот против нас, Нет безразличных, правда, с нами. А я стою один между них В ревущем пламени и дыме, И всеми силами своими Молюсь за тех и за других. 21 ноября 1919 Нет обратнее стихов, чем Волошина и Чарубины, Ибо он, такой женственный в жизни, В поэзии своей целиком мужественен, То есть голова и пять чувств, Из которых больше всего зрения. Поэт – живописец и воятель, Поэт – миросозерцатель, Никогда не лирик, как строй души. И он также не мог написать Стихов Чарубины, как Чарубина его. Но факт, что люди были знакомы, Что один из них писал и печатался давно, Второй – никогда, Что один – мужчина, другой – женщина, Даже факт одной и той же полыни в стихах Неизбежно заставляли людей утверждать Невозможность куда большую, Чем сосуществование поэта и поэта, Равенство известного с безвестным, Несущественность в деле поэтической силы Мужского и женского, Естественность одной и той же полыни в стихах При одном и том же полынном Местопребывании, как Тибели. Право всякого на одну полынь, Лишь бы полынь выходила разное, И, наконец, самостоятельный Божий дар Ни в каких поправках, кроме собственного опыта, Ненуждающийся. Марина Цветаева Живое о живом «Нет ничего легче, как признать на словах Истинность всеобщей борьбы за жизнь», – Писал зоолог Чарльз, Не подозревая, что не в природе дело, А в том кошмаре сознания, Которое Фридрих Ницше выразил одной формулой – Бог умер. Ничтоже сумняшеся, О человеке и обществе написал Дарвин Свой знаменитый труд «Происхождение видов». Полтора столетия мы не догадываемся, Что проецируем вовне свои общественные повадки И придаём им статус законов природы. Трихины, существа микроскопические, Несли пафос борьбы за существование И естественного отбора Из происхождения видов В марксовый капитал. Нет ничего легче, как признать на словах Истинность всеобщей борьбы за жизнь, И нет ничего труднее, по крайней мере, я нахожу это, Как не упускать никогда из виду этого заключения. И всё же, пока оно не укоренится в нашем уме, Вся экономия природы Со всеми явлениями распространения, Редкости, изобилия, Вымирания и вариации Будет представляться нам, как в тумане, Или будет совершенно неверно нами понято. Лик природы представляется нам радостным, Мы часто видим избыток пищи, Мы не видим или забываем, Что птицы, которые беззаботно распивают вокруг нас, По большей части питаются насекомыми и семенами, И таким образом постоянно истребляют жизнь. Мы забываем, как эти певцы или их яйца, И птенцы, в свою очередь, Пожираются хищными птицами и зверями. Мы часто забываем, Что если в известное время Пища имеется в изобилии, То нельзя сказать того же О каждом годе и каждом времени года. Чарльз Дарвин. Происхождение видов. Бойня. Феодосия. Декабрь 1920. Отчего, встречаясь, Бледнеют люди И не смеют друг другу глядеть в глаза, Отчего у девушек в белых повязках Восковые лица и круги у глаз? Отчего под вечер пустеет город? Для кого солдаты оцепляют путь? Зачем с таким лязгом распахиваются ворота? Сегодня сколько? Полтораста? Сто? Куда их гонят вдоль чёрных улиц, Ослепших окон, глухих дверей? Как рвёт и крутит восточный ветер, И сжёт и режет, и бьёт плетьми? Отчего за чумной по дороге к свалкам Брошен скомканный кружевной платок? Зачем уронен клочок бумаги, Перчатка, нательный крестик, чулок? Чьё имя написано карандашом на камне? Что нацарапано гвоздём на стене? Чей голос грубо оборвал команду? Почему так сразу стихли шаги? Что хлестнуло во мраке так резко и чётко? Что делали торопливо и молча потом? Зачем, уходя, затянули песню? Кто стонал так долго, а после стих? Чьё ухо вслушивалось в шорох ночи? Кто бежал, оставляя кровавый след? Кто стучался и бился в ворота и ставни? Раскрылась ли чья-нибудь дверь перед ним? Отчего перед рассветом, к исходу ночи, Причитает ветер за карантином? Носят вёдрами спелые грозды, Валят ягоды в глубокий ров. Ах, не грозды носят, юношей гонят, К чёрному точилу давят вино, Пулемётом дробят их кости И кольём протыкают яму до самого дна. Уж до края полно давило кровью, Зачервленили терновник и полынь кругом, Прохватят морозом свежие грозды, Зажелтеет плоть, заиндевеют волоса. Кто у часовни Ильи Пророка На рассвете плачет, закрывая лицо? Кого отгоняют прикладами солдаты? Не реви! Собакам собачья смерть! А она не уходит, А всё плачет и плачет, И отвечает солдату, глядя в глаза. Разве я плачу о тех, кто умер? Плачу о тех, кому долго жить? 18 июля 1921. Коктябрь. Столько вопросов, а ответ в полном названии творения Дарвина. Происхождение видов путём естественного отбора Или сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. Да, именно раз. Struggle for life. Сосуществование видов – борьба за жизнь. Помысленная в середине девятнадцатого века, Она стала бичом двадцатого. Сосуществование поэта с поэтом, Утверждала Марина Цветаева, Равенство известного с безвестным. Я сама тому живой пример, Ибо никто никогда с такой благоговейной бережностью Не относился к моим так называемым зрелым стихам, Как тридцатишестилетний Максимилиан Волошин К моим шестнадцатилетним. Так люди считаются только спатентованным, Для них, из-за большинства голосов славы, Несомненным. Ни в чём и никогда Максимилиан Волошин Не дал мне почувствовать преимуществ своего опыта, Не говоря уже об имени. Он меня любил из-за моей промахи, Как всякого, кто чем-то был. Ничего от мэтра. А времена были сильно мэтровые. Всё от спутника. Могу сказать, что он стихи любил Совершенно так, как я, То есть, как если бы сам их никогда не писал, Всей силой безнадёжной любви К недоступной силе. И одновременно Всякий хороший стих слушал как свой. Всякая хорошая строка была ему личным даром, Как любящему природу солнечный луч. Было, 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 а как это бывшее Несравненно больше есть, чем сущее, Как есть навсегда есть, Как бывшего нет. Живое о живом. Все мы ангелы десятого круга. И в самых глубоких кругах Преисподней террора и голода Максимилиан Волошин хранит веру в человека. Дуэлянт, мистификатор, революционер. Он пишет. На дне преисподней Памяти Александра Блока и Николая Гумилёва С каждым днём всё дичи и всё глуше, Мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит, Не позвать, не крикнуть, не помочь. Тёмин – жребий русского поэта, Неисповедимый рок ведёт Пушкина Поддуло пистолета Достоевского на эшафот. Может быть, такой же Жребий выну, горькая детоубийца Русь, И на дне твоих подвалов сгину Или в кровавой луже поскользнусь, Но твоей голгофы не покину, От твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, Но судьбы не изберу иной, Умирать так умирать с тобой, И с тобой, как лазарь, Встать из гроба. 12 января 1922 Как почти все его современники-стихотворцы, Стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, Всюду, где угодно и в любом количестве, При малейшем желании окружающих. Начиная читать, Тотчас поднимал свои толстые плечи, Свою и без того высоко поднятую грудную клетку, На которой обозначились под блузой Почти женские груди, Делал лицо олимпийца, Крамовержца И начинал мощно и томно забывать. Кончив, сразу сбрасывал в себя Эту грозную и важную маску, Тотчас же, опять очаровательная И вкратчивая улыбка, Мягко-салонно переливающийся голос, Какая-то радостная готовность Ковром лечь под ноги собеседнику И осторожное, но неутомимое Сладострастие аппетита, Если дело было в гостях За чаем или ужином. Иван Алексеевич Бунин Воспоминания Мой единственный идеал – это град Божий. Но он находится не только за гранью политики и социологии, Но даже за гранью времён. Путь к нему – вся крестная, страстная История человечества. Я не могу иметь политических идеалов, Потому что они всегда стремятся К наивозможному земному благополучию и комфорту. Я же могу желать своему народу Только пути правильного и прямого, Точно соответствующего его исторической, Всечеловеческой миссии. И заранее знаю, что этот путь – Путь страдания и мученичества. Что мне до того, будет ли он вести Через монархию, социалистический строй Или через капитализм – Всё это только различные виды пламени, Проходя через которые и перегорчает И очищается человеческий дух. Я равно приветствую и революцию, И реакцию, и коммунизм, и самодержавие, Так же, как епископ Турский Святой Лу приветствовал Аттилу. Да будет благословен твой приход, бич Бога, Которому я служу, и не мне останавливать тебя. Максимилиан Волошин Россия распятая Дом поэта Дверь отперта, Переступи порог. Мой дом раскрыт навстречу всех дорог, В прохладных кельях, Беленных и звёздкой. Вздыхает ветер, живёт глухой раскат, Волны, взмывающей на берег плоский, Полынный дух и жёсткий треск цикад. А за окном расплавленное море, Горит парчой в лазоревом просторе, Окрестные холмы вызорены колючим солнцем, Серебро полыни на шиферных окалинах пустыни, Торчит вихром косматой седины. Земля могил, молитв и медитаций, Она у моря вырастила мне Скупой посев айлантов и акаций В ограде Тамариско. В глубине, за их листвой, Разодранной ветрами, Скалистых гор, зубчатый окоём, Замкнул залив алкеевым стихом, Асимметрично строгими строфами. Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан, И побережьем этих скудных стран Великий пафос лирики завещан, С первоначальных дней, когда вулкан Метал огонь из недр глубинных трещин И дымный факел в небе потрясал. Вон там, за профилем прибрежных скал, Запечатлевшим некое подобье Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье, Как рухнувший готический собор, Торчащий непокорными зубцами, Как сказочный базальтовый костёр, Широко вздувший каменное пламя, Из сизой мглы над морем вдалеке Встаёт стена. Но сказ о Карадаге Не выцветить ни кистью на бумаге, Не высловить на скодном языке. Я бы очень хотел так писать, как Чарубина, Но я так не умею. Волошин часто сидит у нас по вечерам, По-прежнему мил, оживлён, весел. Бог с ней, с политикой, Давайте читать друг другу стихи. Читает, между прочим, свои портреты. В портрете Савенкова отличная черта Сравнение его профиля с профилем лося. Иван Бунин. Воспоминания. Тиберийскими Афинами называл Коктебель Поэт и переводчик Георгий Шенгеле. Тысячелетнее борение космических сил Здесь вылилось наружу, Оцепенело в напряжённом равновесии. И припасть к разверстым недрам трагической земли Так же отрадно, как омыться гигзаметрами Гомера И сгореть вместе с градом копеносца Приама. И Коктебель, как магнитные горы Аравийских преданий, Влечёт к себе художника. Мрамора, кисти, слова. В изломах окрестных хребтов Покоятся профили Жуковского, Пушкина, Северянина, Волошина, Гомера, Шиллера. И сами улицы посёлка окружены Улица Тургенева, улица Чехова. И белые домики принадлежат Григорию Петрову, Максиму Горькому, Поэтессе Аллегро Соловьёвой Максимилиану Волошину. И каждое лето полны эти домики – Алексей Толстой, Мандельштам, Ходосевич, Городецкий, Шервашидзе, Багаевский, Еврейнов, Шаляпин, Гиппиус, Герцик, Гумилёк, Парнок – все побывали тут. Коктебель – республика, со своими нравами, обычаями и костюмами, с полной свободой, покоящейся на естественном праве, со своими патрициями, художниками и плебеями, нормальными дачниками. И признанный архонт этой республики Максимилиан Волошин. Хорошо в его скромном дворце вы поднимаетесь по деревянной лестнице, где вас дружелюбно облаивает лохматый Аладдин, и входите в башню-мастерскую. Хоры вокруг стен, многоэтажная библиотека, пёстрые драпировки в перемешку с акварелями и японскими эстампами, в глубокой нише – каюте, гипсовая голова царевны Таиах, на многочисленных полках – кисти и краски, куски базальта и фантастические корневища, выбрасываемые морем. Никого. Георгий Шенгели, Кемерийские Афины Я много видел, дивом мирозданья, картинами и словом отдал дань, но грудь узка для этого дыханья, для этих слов тесна моя гортань, заклепаны клокочущие пасти, в остывших недрах мрак и тишина. Но спазмами и судорогой страсти здесь вся земля от века сведена. И та же страсть, и тот же мрачный гений в борьбе племён и в смене поколений. Досели грезят берега мои смолённые ахейские ладьи, и мёртвых кличет голос Одиссея, и кемерийская глухая мгла на всех путях и долах залегла провалами беспамятства чернее. На носы рек насажень глубины насыщены камнями, черепками, могильниками, пеплом, костяками. В одно русло дождями сметены и грубые обжиги неолита, и скорлупами лецких тонких ваз, и позвонки каких-то пришлых рас, чей облик стёрт, а имя позабыто. Сарматский меч и скифская стрела, а львийский герб слизница из стекла, татарский глёт с еленовато бусой соседствует с венецианской бусой. А в кладке стен кордонного поста среди булыжников оцепенели узорная арабская плита и угол византийской капители. Каких последов в этой почве нет для археолога и нумизмата от римских блях и эллинских монет до пуговицы русского солдата? Часовая стрелка переведена на два часа двадцать пять минут вперёд. После девяти запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта. Он ест жадно и с наслаждением. И всё говорит, говорит, и всё на самые высокие и трагические темы. Иван. Будем. Воспоминания Преодолеваете внутреннюю лестницу и входите в кабинет. Гипсова и Пушкина, Гоголь, Маски Гомера, Петра, Достоевского, Толстого, Химеры с Нотр-Дам и вновь книги. С уютной софы подымается невысокий грузный человек. Тёмно-рыжие поседелые волосы, сдержанные ремешком, синий античный хитон, сандалии, внимательные серые глаза. Из-под подрезанных усов нежный женский рот. Волошин. Начинается беседа. Внимательно выслушивая партнёра, принимая все его положения, Волошин незначительными поправками доводит его до согласия с собой. И тогда, изумительный гейзер знаний, своеобразнейшие сопоставления и сближения, вырастает стройная система воззрений на мир, на человека, на искусство. Потом становится парадоксальной, и вы теряете отчётливое представление. Серьёзно ли говорят с вами? Из-под непроницаемой брони логики сквозит всё время лёгкая усмешка. Защищая магизм, оккультные манипуляции, Волошин обращается к потусторонним силам, когда-то пытавшимся так или иначе вторгнуться в его жизнь, с увещеванием. Пожалуйста, без чудес. В обществе надо себя вести прилично. Георгий Шенгеле, Кемерийские Афины Войди, мой гость, стряхни житийский прах, И плесень дум у моего порога, Со дна веков тебя приветит строго Огромный лик царицы Таиах. Мой кровь убог, и времена суровы, Но полки книг возносят со стеной, Тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы. И здесь их голос властный, как орган, Глухую речь и самый тихий шёпот Не заглушит ни южный ураган, Ни грохот волн, ни понта мрачный ропот. Мои ж куста давно замкнуты. Пусть почётней быть твердимым наизусть, И списываться тайно и украдкой, При жизни быть не книгой, а тетрадкой, И ты, и я, мы все имели честь Мир посетить в минуты роковые, И стать грустней и зорче, чем мы есть, Я не изгой, а опасенок России. Я в эти дни немой её укор, И сам избрал пустынный сей затвор Землею добровольного изгнания, Чтоб в годы лжи, падений и разрух В уединенье выплавить свой дух И выстрадать великое познанье. Я даже дивился на него. Так далеко шагнул он вперёд И в писании стихов, и в чтении их, Так силён и ловок стал И в том, и в другом, Но слушал его даже с некоторым негодованием, Какое, что называется, великолепное, самоупоённое, И по каким обстоятельствам места и времени – Кощунственное Славоизвержение. И, как всегда, всё спрашивал себя, На кого же, в конце концов, похож он? Вид как будто грозный, Пенсне строго блестит, В теле всё как-то поднято, надуто, Концы густых волос, разделённых на прямой пробор, Завиваются кольцами, Борода чудесно круглится, Маленький ротик открывается, В ней так изысканно, А гремит и завывает так гулко и мощно, Кряжистый мужик русских крепостных времён, Приап, Кашалот, Иван Бунин. Воспоминания Он читает стихи. Читает превосходно, И чужие стихи читает лучше своих, И пламенно восторгается ими. Чтение перемежается рассказами о поэтах, Серьёзными и шутливыми. Присылает мне Илья Эренбург книгу стихов. Книга неправильно сбраширована, Обложка вверх ногами. Я сначала вознегодовал, Сочтя это намеренным. Потом понял. Приходит ко мне сестра поэта, Желая поговорить о присланной книге. Я беру книгу и читаю. Она потом пишет брату. Какой оригинал этот Волошин! Представь, держал твою книгу вверх ногами И так читал. Даже неприятно. Вы прощаетесь. Приходите вечером чай петь. Надо пойти. Там вас угостят мистификацией. Георгий Шенгели, Кемерийские Афины Пойми простой урок моей земли, Как Греция и Генуя прошли, Так минет всё Европа и Россия. Гражданских смут горючая стихия развеется, Расставит новый век В житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни. Проходит человек. Но небо и земля извечно те же. Поэтому живи текущим днём, Благослови свой синий окоём, Будь прост, как ветер, Неистощим, как море, И памятью насыщен, как земля. Люби далёкий парус корабля И песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни всех веков и раз Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас. 25 декабря 1926. Коктебель. Поэт – форма достаточно редкая И к миру вещей в обыкновении своём В известной степени не приспособленная. Если верить сэру Чарльзу, Давно уже следовало бы умереть Последнему её представителю. Естественный отбор действует только Посредством сохранения вариаций полезных, Которые поэтому укореняются. Вследствие быстрого возрастания Численности всех органических существ В геометрической прогрессии Каждый ареал уже до предела заполнен обитателями, А из этого вытекает, Что так как благоприятствуемые формы Увеличиваются в числе, То менее благоприятствуемые Уменьшаются в числе и становятся редкими. Редкость формы – предвестник вымирания. Для нас ясно, что всякой форме, Представленной малым числом особей, Грозит опасность окончательного исчезновения Во время резких сезонных колебаний в природе, Либо из-за временного увеличения числа Её врагов. Чарльз Дарвин. Происхождение видов Временное увеличение числа врагов Живой мысли чревато последствиями необратимыми. Там, где была Россия, Появилось безродное образование Из четырёх букв И левиафаном поело редкие И менее благоприятствуемые формы Людей, республики, улицы, города. Имеются исторические данные, что в Йоркшире Водившийся в старину чёрный рогатый скот Был вытеснен лонгорнами, А эти последние были сметены шортгорнами, Словно какой-нибудь моровой язвой. Чарльз Дарвин. И ничего не изменишь. Хотели естественный отбор – не жалуйтесь. Однако совсем не укладывается в суровый языческий закон приговор, Каким образом из оруженосцев получаются паладины, Из подмастерьей успевают вырасти мастера. В мире сил – какая сила хранит их? Твари и созвездия одинаково равны перед ней. И мир, оказывается, жив не борьбой за существование И, естественно, неестественным отбором, Но словом, призвавшим к бытию вещи и солнца. Подмастерье Посвящается Юлии Фёдоровне Львовой Мне было сказано Несветлым лирником, что нижит Широкие и щедрые слова На вихри струнные, качающие душу. Ты будешь подмастерьем словесного святого ремесла, Ты будешь кузнецом упорных слов, Вкус, запах, цвет и неру выплавляя их скрытой сущности, Ты будешь ковалом и горнилом, Чеканщиком монет, гранильщиком камней. Стих создают безвыходность, необходимость, сжатость, Сосредоточенность. Нет граней меж прозой и стихом. Речение, в котором все слова притёрты, Пригнаны и сплавлены умом и терпугом, Паялом и терпеньем, становится лирической строфой. Будь то страница тацита или метный текст закона. Для ремесла и духа единый путь – ограничение себя. Чтоб научиться чувствовать, Ты должен отказаться от радости переживаний жизни, От чувства отрешиться ради сосредоточья воли И от воли для отрешённости сознания. Когда же и сознание внутри себя ты сможешь погасить, Тогда из глубины молчания родится слово, Себе несущее всю полноту сознания, воли, чувства, Все трепеты и все сияния жизни. Но знай, что каждым новым осуществлением Ты умерщвляешь часть своей возможной жизни. Искусство живо живою кровью принесённых жертв. Ты будешь странником по вещим перепутьям Срединной Азии И западных морей, чтоб разум свой ожечь В плавильных горнах знанья, чтоб испытать Сыновность и сиротство и немоту отверженной земли. Душа твоя пройдёт сквозь пытку и крещенье Страстною влагою, сквозь зыбкие обманы Небесных обликов взерцалок земных вод. Твоё сознание будет потеряно в лесу противочувств. Средь чёрных пламеней, среди пожарищ мира Твой дух, дерзающий, познает притяженье Созвездий правящих и волящих планет. Так, высвобождаясь от власти малого, беспамятного Я, увидишь ты, что все явления – знаки, По которым ты вспоминаешь самого себя И волокно за волокном сбираешь ткань духа своего, Разодранного миром. Когда же ты поймёшь, что ты не сын земле, Но путник по вселенным, Что солнце и созвездия возникали И гибли внутри тебя, Что всюду и в тварях и в вещах Томится божественное слово, Их к бытию призвавшее, Что ты освободитель божественных имён, Пришедший из назвать всех духов Узников, увязших в веществе, Когда поймёшь, что человек рождён, Чтоб выплавить из мира, Необходимости и разума Вселенную свободы и любви, Тогда лишь ты станешь мастером. 24 июня 1917. Коктебель. Слово, в себе несущее всю полноту сознания, Воли, чувства, все трепеты и все сияния жизни, Быть может, потому сказано, что слово – это Бог. Мы на чужбине. И именно деревьям, а не нам, Дано величие совершенной жизни, Николай Гумилёв. Это их удел Безмолвно подниматься в вышину Неисчислимые тысячелетия. Поэт же не может ни петь, ни плакать. Живое слово чёрными значёчками Напечатано на тленной бумаге. Но все явления – знаки, И потому в мире нет ничего лишённого смысла. Знак к знаку, волокно к волокну, Так мы собираем ткань духа своего, Разодранного миром. Кимирийская весна Фиалки волн и гиацинты пены Цветут на взморье около камней. Цветами пахнет соль Один из дней, когда не жаждет Сердце перемены, И не торопит приходящий миг, Но пьёт так жадно Златокудрый лик Янтарных солнц, Просвеченных сквозь просень. Такие дни под старость дарит осень. 20 ноября 1926. Коктебель Мы идём к себе весьма издалека, Анфиладами пустынных зал, Коридорами полутёмных пространств. Идём, дробясь в отражениях, Теряясь в зеркалах, Через мистификации и неясные видения прошлого, Ангелы десятого круга в поисках Своей потерянной сути. К себе можно и не прийти. Путь далёк и запутан. Итог всех страстей – чудесное превращение В мастера из подмастерья. «Смерть не страшила его», – вспоминала Евгения Герцик. «Быть может, в иные дни В глубине влекла, как того, чей дух полон, Мысль додумана. В августе тридцать второго года он умер. В своей предсмертной болезни Был трогательно терпелив и просветлён». Евгений Герцик. Болошин Выйди на кровлю, склонись на четыре Стороны света, простерши ладонь, Солнце, вода, облака, огонь, Все, что есть прекрасного в мире. Факел косматый в шафранном тумане, Влажный парчою расплесканный луч, К небу из пены простёртые длань Облачных грамот закатный сургуч. Гаснут во времени, тонут в пространстве Мысли, события, мечты, корабли. Я ж уношу в своё странстве, странстве Лучшее из наваждений земли. 11 октября 1924 октябрь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok